Осип Мандельштан. Образ твой мучительный и зыбкий. В конце 80-х в русскую литературу вернулись имена Николая Гумилёва, Марины Цветаевой, Осипа Мандельштану. Казалось, что навсегда. Казалось, что преобразовывается одновременно и власть, и человек, а значит, общественная жизнь никогда не будет прежней. В диких завываниях о врагах народа, сговоре, гонке вооружений, с избиениями и арестами несогласных под всенародную, катастрофическую солидарность и повальный, беспамятный одобрямс. Собственно, из жизни и самосознания немногочисленного творческого сообщества имена и голоса поэтов никуда не ушли. Ушли они из быта политической власти и культуры масс-медиа. Взглянешь на экран, услышишь снисходительную речь и презрительные речевки новейших, а на деле архаичных служителей общины и хранителей таких же ценностей, и понимаешь, каково это жить под собою, не чуя странно. Погодки Поэты родились друг за другом. Ахматова в 1889-м, Пастернак в 90-м, Мандельштам в 91-м, Цветаева в 92-м. 1893-й знаменует появление на свет Майковского, 95-й – Есенина, 97-й – Мариянгофа, 99-й – Набокова. Вклад любого из них в русскую культуру столь велик, что достаточно принадлежать одному из предложенных ими миров, чтобы быть русским. Не русскоязычным джигитом, опричником, пролетарием или новоришем, парламентарием или мундиром голубым, но именно русским в культуре своей, тонким колоском русского поля. Значительность их труда в создании высокой культуры видения, действия, мироощущения, пребывая внутри которой мы находимся у себя дома, в какую часть света не забросила бы нас судьба. А это и есть Родина, даже если не материка, а всего-то остров, подаренный к океану. Вклад их велик еще и потому, что делает второстепенным извечный русский вопрос о земле, которое хоть и было немало, но всегда недоставало для труда и свободы. Мы будем помнить и в литейской стуже, что десяти небес нам стоила земля. Есть времена, когда войны за физическое пространство той земли, что зовем так свободно своею, теряют смысл, ибо проиграно главное сражение за свою речь, за свое слово. Что это за люди, которые приживутся на этом конце земли, думающие матом или не думающие совсем, неважно, к нам они имеют отдаленное отношение? Что из того, что их матерный язык русский? Весь мир в известной части своей выражается по-русски. Это еще не делает нас собратьями по языку и социальному быту. А другого языка они не знают, поскольку когда-то отступили, предали, забыли, оставили для чиновничьего произвола и бандитского грабежа дом бытия. Потому не отыскать могил Гумилева, Цветаевой, Мандельштама. Потому миллион убитых под Оржевом до сих пор не обрели покоя в своей земле, но ложимся в нее и становимся ею. Плата за физическое пространство велика, но она же ничтожна, когда земля есть, а язык и народ в одних только книжках. В этих книжках Ахматова, Пастернак, Цветаева, Мандельштам, острова, на которых пока еще есть жизнь, любите существование вещи больше самой вещи и свое бытие больше самих себя. Мандельштам. Разбросанным ныне по островам разве неизвестно, что иначе нельзя. Сумерки свободы Прославим, братья, сумерки свободы, Великий сумеречный год, В кипящие ночные воды Опущен грузный лес тянет. Восходишь ты в глухие годы, О солнце, судья, народ! Прославим роковое бремя, Которое в слезах народный вождь берет, Прославим власть и сумрачное бремя, Ее невыносимый гнет. В ком сердце есть, Тот должен слышать время, Как твой корабль ко дну идет. Мы в легионы боевые Связали ласточек, И вот не видно солнца, Вся стихия Щебечет, Движется, Живет. Сквозь сети Сумерки густые, Не видно солнца, И земля плывет. Ну что ж, попробуем, Огромный, неуклюжий, Скрипучий поворот руля, Земля плывет. Мужайтесь, мужи, Как плугом океан деля, Мы будем помнить И в литейской стуже, Что десяти небес Нам стоила земля. Май 1918 Москва Отравлен хлеб И воздух выпит Трудно, да едва ли возможно Найти в старом или новом свете Столько крупных поэтов Из еврейской интеллигенции, Каждый из которых, безусловно, Значим для языка, Сколько в России начало 20 века. Мандельштам, Пастернак, Маршак, Лившис, Позднее Самойлов, Галич, Бродский, Выбранная ими стезя русского поэта, Едва ли может быть объяснена Рациональными соображениями. Люди широкого дарования, Они прекрасно сознавали, Что значит быть поэтом, Что значит противопоставить Себя всей окололитературной шатии братьи, Рассе с противным запахом кожи И самыми грязными способами Приготовления пищи, Как некогда знал Николай Гумилёк, Что такое эта скрипка, Что такое тёмный ужас Начинателя игры. И один в поле воин Выйти, поступить, сказать слово, Уповая на провиденциального собеседника, Далёкого потомка, Друга тайного, друга дальнего, Друга в поколении, Высказать его вопреки тысячам швондеров, Идущих с портретами кремлёвского горца, И до конца выстоять Одному против миллионов Отравленных пропагандой, Ором орущих, Хором поющих вертухаев И их рабов. Ведь поэзия есть сознание Своей правоты, Понимал Осип Емельевич Мандельштан. А собеседники? Горе тому, Кто утратил это сознание. Хорошо! По весь голос обращаться К товарищам потомкам, Будучи свято уверенным В правоте своего дела, По главе колонны шагая Горланом главарём революционного класса, Страшнее, Негромко, Но не менее уверенно, Небраво, Но в голос, Голос это личность, Заявить. Я настаиваю на том, Что писательство, В том виде, Как оно сложилось в Европе, И в особенности в России, Несовместимо с почётным званием Иудея, Которым я горжусь. Моя кровь, Отягощённая наследством овцеводов, Патриархов и царей, Бунтует против вороватой цыганщины Писательского отронья. Мандельштам, Четвёртый опрос. Моя кровь, Отягощённая наследством овцеводов, Патриархов и царей, И это спустя дюжину лет После расстрела царской семьи, В годы коллективизации овцеводов, Накануне новой волны репрессий и геноцида. Это сказано, когда всякий историзм Был подогнан под мерило партийного руководства, А несогласие с социалистическим отечеством Каралось десятью годами без права переписки Или, за его пределами, Парой ударов ледорубом по голове. Отравлен хлеб, и воздух выпит, Как трудно раны врачевать, Иосиф, проданный в Египет, Не мог сильнее тосковать. Под звёздным небом бедуины, Закрыв глаза и на коне, Слагают вольные былины, А смутно пережитом вне. Немного нужно для наитий, Кто потерял в песке колчан, Кто выменял коня, Событий рассеивается туман. И если подлинно поётся, И полной грудью, Наконец, всё исчезает, Остаётся пространство звёзды И певец 1913 Продажность современников Не оставляла шансов. Продажность двоемыслия, Готовность одобрить любую Самую страшную государственную инициативу. Продажность за страх, Не за совесть. Животный страх стучит на машинках, Животный страх ведёт китайскую правду, На листах клозетной бумаги, Строчит доносы, Бьёт полежачих, Требует казни для пленников. Как мальчишки топят всенародно Котёнка на Москве-реке, Так наши взрослые ребята Играючи нажимают на большой перемене, Масло жмут. Эй, навались, жми, Да так, чтобы не видно было Того самого, кого жмут. Таково освещенное правило самосуда. Приказчик на орденке работницу обвесил. Убей его. Кассирша обсчиталась на пятак. Убей её. Директор сдуру подмахнул чепуху. Убей его. Мужик припрятал в амбар рож. Убей его. К нам ходит девушка, Волочась на костыле. Одна нога у неё укороченная, И грубый башмак протез Напоминает деревянное копыто. Кто мы такие? Мы школьники, которые не учатся. Мы комсомольская вольница. Мы бузатёры с разрешения всех святых. Осип Мандельштам, четвёртая проза Слух чуткий, парус напрягает. Расширенный пустеет взор, И тишину переплывает Полночных птиц незвучный хор. Я так же беден, как природа, И так же прост, как небеса, И призрачна моя свобода, Как птиц полночных голоса. Я вижу месяц бездыханный И небо мертвенней холста. Твой мир полезненный и странный. Я принимаю пустота. 1910-1922 Кто мы? Обратная сторона вопроса «Кто я?» Но если мы – комсомольская вольница, То для нас гораздо важнее Партийная литература, Чем свободное творчество. Осип Мандельштам не мог принадлежать Подобной вольнице И находить товарищей в школьниках, Которые не учатся и учиться не желают. Акмиизм – это тоска по мировой культуре, Сформулировал он. Ему было известно, Что тюремщикам больше, Чем кому-либо еще, Нужна литература, Выполняющая одно назначение – Помогать властимущим Удерживать в повиновении солдат, А судям – чинить расправу над обреченными. Эти начальники с порога Обложены секретаршами, Подобно сиделкам, Охраняющих их, как тяжелобольные. При них же писатели, Помесь попугая и попа, Раса, кочующая и ночующая На своей блевотине, Изгнанная из городов, Преследуемая в деревнях, Но везде и всюду близкая к власти, Которая ей отводит место В желтых кварталах, Как проституткам. Смертельный враг писательства И литературы, Сам Осип Эмильевич, Был одним из обреченных. Тех должников революции, Чьих дарах она не нуждалась. Его произведения Никогда не были разрешенными. Они были диким мясом, Сумасшедшим наростом, Ворованном воздухом. Все произведения мировой литературы Я делю на разрешенные И написанные без разрешения. Первые – это мразь, Вторые – ворованный воздух. Писателям, которые пишут Заранее разрешенные вещи, Я хочу плевать в лицо, Хочу бить их палкой по голове И всех посадить за стол В доме Герцена, Поставив перед каждым Стакан полицейского чаю И дав каждому в руки Анализ мочи Гордфильда. Этим писателям Я запретил бы Вступать в брак И иметь детей. Как могут они иметь детей? Ведь дети должны за нас продолжить, За нас главнейшее досказать, В то время как отцы Запроданы рябому черту На три поколения вперед. Вот это – литературная страничка. Осип Мандельштам, 4-й опрос. О, как мы любим лиценерить И забываем без труда То, что мы в детстве Ближе к смерти, Чем в наши зрелые года. Ещё обиду тянет сблюдца Невыспавшееся дитя, А мне уж не на кого дуться, И я один на всех путях. Но не хочу уснуть, как рыба В глубоком обморике вод, И дорог мне свободный выбор Моих страданий и забот. Февраль, 14 мая, 1932. В 1922-м в работе «О природе слова» Поэт устанавливал взаимосвязь. Русский язык – язык эллинистический. В силу целого ряда исторических условий Живые силы эллинской культуры, Уступив Запад эллинским влияниям И надолго загащиваясь Бездетной Византии, Устремились в лоно русской речи, Сообщив ей самоуверенную тайну Эллинистического мировоззрения. Тайну свободного воплощения. И поэтому русский язык Стал именно звучащий И говорящий плотью. Если западные культуры И истории замыкают язык извне, Огораживают его стенами Государственности и церковности И прочитываются им, Чтобы медленно гнить и зацветать В должный час его распада, Русская культура и история Со всех сторон омыта И опоясана грозной И безбрежной стихией русского языка, Не отмещающейся Ни в какие государственные И церковные формы. Конец цитаты Язык, который стал звучащий И говорящий плотью И не вмещается Ни в какие государственные И церковные формы, Вел Осипа Мандельштама Сквозь и над Революционной стихией. Сквозь. Октябрьская революция Не могла не повлиять на мою работу, Так как отняла у меня биографию, Ощущение личной значимости. Я благодарен ей за то, Что она раз навсегда Положила конец Духовной обеспеченности И существованию На культурную ренту Поэта себе. Сказано искренне И не без сарказма. Над Поэт всегда превосходил Неизбежность Исторической действительности. Его история Подлинная, Не поддающаяся переписке, Ибо это письмо, На котором пишется Все историческое, История языка, Его собственное, Казалось бы, Субъективное, Метафизическое состояние, Будучи объективировано В поэтической форме, Воплощало жизнь Самого языка. Отчего душа так певуча И так мало милых имен И мгновенный ритм Только случай Неожиданный аквелон. Он подымет облако пыли, Зашумит бумажной листвой И совсем не вернется, Или он вернется совсем другой. О, широкий ветер Орфея, Ты уйдешь в морские края, И несозданный мир лелея, Я забыл ненужное я. Я блуждал в игрушечной чаще И открыл лазоревый грот. Неужели я настоящий И действительно смерть придет? В начале 20-х Осипа Мандельштама Заманивали новые литературные группы. Абрам Эфрос, София Парнок Предлагали создать группу Неоклассицистов. Владимир Нарбут, Исаак Бабель, Неоакмиистов. Осип Мандельштам много переводил, Печатал критические статьи В русском искусстве, В Берлине вышел Новый сборник его стихов Тристия, Название которому В отсутствии Мандельштама Придумал Михаил Кузьмин. Государство снова выпустил Камень и вторую книгу поэта. И все же, Как от неоклассициста, Так и от неоакминиста Мандельштам отказался. До начала 23-го года Он вел активную литературную борьбу Справа с символизмом, Слева с футуризмом, Слева с левом. После 23-го Литературная деятельность Сошла на ней. И за исключением переводов Поэт ничего не публиковал. Смотри трубы Дни Осипа Мандельштама Жизнь языка В русской исторической Действительности Перевешивает все другие факты Полнотою явлений, Полнотою бытия, Представляющей только Недостижимый предел Для всех прочих явлений Русской жизни. Эллинистическую природу Русского языка Можно отождествлять С его бытийственностью. Слово в эллинистическом понимании Есть плоть деятельная, Разрешающаяся в событии. Поэтому русский язык Историчен уже сам по себе, Так как по своей совокупности Он есть волнующееся море событий, Непрерывное воплощение И действия разумной И дышащей плоти. Ни один язык Не противится сильнее русского Назывательному И прикладному назначению. Русский номинализм, То есть представление Реальности слова как такового, Животворит дух нашего языка И связывает его С эллинской филологической культурой, Не этимологически И не литературно, А через принцип внутренней свободы, Одинаково присущий им обои. Осип Мандельштамм О природе слова Нотр-дам Где римский судья Судил чужой народ, Стоит базилика И радостный, и первый, Как некогда Адам, Распластывая нервы, Играет мышцами крестовый Лёгкий свод, Но выдает себя Снаружи тайный план. Здесь позаботилась Под пружных арок сила, Чтоб масса грузная стены Не сокрушила И свода дерзкого бездействия Тара. Стихийный лабиринт, Непостижимый лес, Души готическая Рассудочная пропасть, Египетская мощь И христианство робость, С тростинкой рядом дуб, И всюду царь отвес. Но чем внимательнее Твердыня нотходам Я изучал твои чудовищные рёбра, Тем чаще думал я Из тяжести недоброй, И я когда-нибудь Прекрасное создал. 1912 Русский номинализм Представление о реальности слова, Которое правильнее было бы назвать реализмом, Не мог не требовать от поэта Быть предельно честным, Открытым, И нигде, никогда, Ни за что не кривить душой. Без выполнения этого условия Не могла состояться Внутренняя свобода. И дорог мне свободный выбор Моих страданий и забот, Возможность говорить Рифмованную речью, Слышать зов бытия, Быть языком. Таким и только таким образом Можно рассчитывать быть услышанным, Провиденциальным собеседником, Другом тайным. Да, когда я говорю с кем-нибудь, Я не знаю того, с кем я говорю, И не желаю, не могу Желать его знать. Нет лирики без диалога, А единственное, что толкает нас В объятия и собеседника, Это желание удивиться Своим собственным словам, Плениться их новизной И неожиданностью. Логика неумолима. Если я знаю того, с кем я говорю, Я знаю наперед, как отнесется он к тому, Что я скажу, что бы я ни сказал, А следовательно, мне не удастся Изумиться его изумлением, Обрадоваться его радостью, Полюбить его любовью. Расстояние разлуки Стирает черты милого человека. Только тогда у меня возникает желание Сказать ему то важное, Что я не мог сказать, Когда владел его обликом Во всей его реальной полноте. Я позволю себе формулировать Это наблюдение так. Вкус сообщительности Обратно пропорционален Нашему реальному знанию О собеседнике. И прямо пропорционален Стремлению заинтересовать его собой. Не об акустике следует заботиться, Она придет сама, Скорее о расстоянии. Скучно перешептываться с соседом, Бесконечно нудно буравить Собственную душу нации. Но обменяться сигналами с Марсом, Конечно, не фантазируя, Задача достойная лирического поэта. Осип Мандельштам О собеседнике Я ненавижу свет однообразных звёзд. Здравствуй, мой давний бред, Башни стрельчатой роз. Кружевом камень будь, И паутиной стань, Небо пустую грудь, Тонкой иглою рань. Будет и мой черёд, Чую в размах крыла. Так, но куда уйдёт Мысль живой стрела? Или свой путь и срок Я, исчерпав, вернусь? Там я любить не мог, Здесь я любить боюсь. 1912 У того, кто без разрешения вышел в эфир, Дерзнул обменяться сигналами с Марсом, Много врагов. В своих кознях они изобретательны И агрессивны в такой степени, Что репрессивная машина Авторитарного государства Поспевает не сразу, Со скрипом. У поэта небольшой запас времени Быть среди этой шантропы самим собой. Не воевать, Не уклоняться от столкновений, Не налегать и не наваливаться, Не распластываться и не бояться. Просто быть. Что из того, что они тычат В поэта корявыми пальцами Своего недомыслия? Ничтожная самоуверенность, С которой распирает их важность, Обустраиваем их в былту делишек, Изрыгаемых в литературу слов. Что из того? Все они давно отлучены от слова. На таком-то году моей жизни Бородатые взрослые мужчины В рогатых меховых шапках Занесли надо мной кремниевый нож Целью меня оскопить. Судя по всему, Это были священники своего племени, От них пахло луком, Романами и козлятями. И все было страшно, Как в младенческом сне. Нельмеце дель камин геностро вейта. На середине жизненной дороги Я был остановлен В дремучем советском лесу Разбойниками, Которые назвались моими судьями. То были старцы с жилистыми шеями И маленькими гусиными головами, Недостойными носить время лет. Первый и единственный раз в жизни Я понадобился литературе, И она меня мяла, лапала и тискала, И все было страшно, Как в младенческом сне. Осип Мандельштам, четвертый опрос. Воздух пасмурный, Влажный и голый. Хорошо и не страшно в лесу Легкий крест одинокий прогуля Я покорный опять понесу. И опять к равнодушной отчизне Дикой уткой взовьется упрём. Я участвую в сумрачной жизни, Где один к одному одинокий. Выстрел грянул над озером сонным, Крылья уток теперь тяжелы, И двойным бытием отражённый, Отурманенный сосен стволы. Небо тусклое, со цветом странным, Мировая туманная боль, О, позволь мне быть так же туманным, И тебя не любить мне позволю. 1911-28 августа, 1935-го. Что же важно? Что придаёт Осипу Мандельштаму Самоуверенности в сознании своей правоты? Чаадаев, утверждая своё мнение, Что у России нет истории, То есть, что Россия принадлежит К неорганизованному, Неисторическому кругу культурных явлений, Упустил одно обстоятельство. Именно. Язык. Столь высокоорганизованный, Столь органический язык, Не только дверь в историю, Но и сама история. Для России, Отпадением от истории, Отлучением от царства Исторической необходимости И преемственности От свободы и целесообразности Было бы отпадение от языка. А не менее двух-трёх поколений Могло бы привести Россию К исторической смерти. Отлучение от языка Равносильно для нас Отлучению от истории. Поэтому совершенно верно, Что русская история Идёт по краешку, По бережку над обрывом И готова каждую минуту Сорваться в нигилизм. То есть, Отлучение от слова. Осип Мандельштам О природе слова Дайте тютчеву, стрекозу, Догадайтесь, почему, Веневитинову розу, Ну, а перстень, Никому. Боротынского подошвы Изумели прах веков, У него без всякой прошу Наврочки, облако. А ещё над нами волен Лермонтов, мучитель наш, И всегда одышкой болен Фето-жирный карандаш. А ещё богохранима На гвозде торчит всегда У ворот Ярусалима Хомякова борода. Май 1932-го, Москва В очерке о Комиссаржевской В 1925-м году Поэт показал, как хочет говорить. Говорит не о себе, Он хочет следить за веком, Шумом и прорастанием времени. Память моя враждебна всему личному. Если бы от меня зависела, Я бы только морщился, Припоминая прошлое. Никогда я не мог понять Толстых и Оксаковых, Багровых внуков, Влюблённых в семейственные архивы С эпическими домашними воспоминаниями. Повторяю, Память моя нелюбовна, А враждебна, И работает она не над воспроизведением, А над отстранением прошлого. Разночинцу не нужна память, Ему достаточно рассказать о книгах, Которые он прочёл, И биография готова. Там, где у счастливых поколений Говорит эпос гигзаметрами и хроникой, Там у меня стоит знак зияния, И между мной и веком провал, Ров, наполненный шумящим временем, Место, отведённое для семьи И домашнего архива. Что хотела сказать семья, Я не знаю. Она была косноязычна от рождения, А между тем у неё было что сказать. Надо мной и над многими современниками Тяготеет косноязычье рождение. Мы учились не говорить, а лепетать, И лишь прислушиваясь к нарастающему шуму века И выбеленной пеной его гребне, Мы обрели язык. Марина Ивановна Цветаева назовёт его книгу «Подлой». Но хомякова борода, Румяное, колючее, русско-монгольское лицо Багрова внука Никогда не было враждебным Адельштаму, Тем более презираемо им. Для него это было одно Из многих лиц мировой истории и культуры. Разночинцу же и правда не нужна память. Больные, воспалённые веки фета мешали спать. Тютчев рянным склерозом, Известковым слоем ложился в жилах. Пять-шесть последних символических слов, Как пять евангельских рыб, Оттягивали корзину. Среди них большая рыба. Бытие. Ими нельзя было накормить голодное время, И пришлось выбросить из корзины весь пяток И с ними большую дохлую рыбу. Бытие. Отвлечённые понятия в конце исторической эпохи Всегда воняют тупой рыбой. Лучше злобное и весёлое шипение русских стихов. Осип Мандельштадт. Шум в реве. Импрессионизм Художник нам изобразил Глубокий обморок сирени И красок звучные ступени На холст, как струб, я положил. Он понял масло-густоту, Его запекшееся лето Леловым мозгом разогрето, Расширенное в духоту. А тень-то, тень, всё леловей, Свисток или хлыст, Как спичка тухнет. Ты скажешь, повара на кухне Готовят жирных голубей. Угадывается качель, Недомалёванный вуали, И в этом солнечном развале Уже хозяйничает шмель. 23 мая 1932 Столетие бродит вокруг России Историческая смерть. Не позволить поколениям Онеметь, Научить понимать слово, Услышать ось земную, Зов бытия, Один из немногих шансов Преодолеть продажность дельцов, Избежать исторически неизбежно. Это сверхзадача поэта, Какую ставит ему сознание Своей правоты. У нас нет Акрополя, Наша культура до сих пор блуждает И не находит своих стен. Зато каждое слово словаря Дали есть орешек Акрополя, Маленький, кремый, Крылатая крепость номинализма, Оснащённая эллинским духом На неутомимую борьбу С бесформенной стихией, Небытием, Отовсюду угрожающим нашей истории. Осип Мандельштам о природе слова. Изобретения и воспоминания Идут в поэзии рука об руку. Вспомни, значит, тоже изобрести. Вспоминающий тот же изобретатель. Коренная болезнь литературного вкуса Москвы Забвенье этой двойной правды. Москва специализировалась На изобретении, Во что бы то ни стало. Осип Мандельштам Литературная Москва Улыбнись, ягнённо-гневный, С Рафаэлева холста, На холсте уста вселенной, Но она уже не та. В лёгком воздухе свирели Раствори жемчужим боль, В синий-синий цвет синели Океаном елась соль. Цвет воздушного разбоя И пещерной густоты Складки бурного покоя На коленях разлиты. На скале черствее хлеба Молодых тростинки рощ И плывёт углами неба. Восхитительная мощь. 9 января 1937 Сергей Сергеевич Аверинцев Замечает, что в статьях Начала двадцатых годов Поэт как будто торопится Сказать самое главное. В одной из них, О заглавленной «Пшеница человеческая», Дан ошеломляюще умный, Трезвый, реалистический опыт От духовной ситуации эпохи Мас, Когда вышедшая из послушания Пшеница не даёт выпечь из себя хлеба, А традиционные символы Государственной архитектуры Превращаются в бутафорию. Одной этой статьи было бы достаточно, Чтобы навсегда опровергнуть Миф о Мандельштаме как о птичке-божке, Не способной связать двух мыслей По законам рационального мышления. Аверинцев – судьба и вести. Поэт говорит о распаде народностей На простое человеческое зерно, Из которого практически невозможно Выпечь хлеб. Народ – целостность В старом имперском смысле единства. В 1990-м выдающийся отечественный Литературовед, с ним у поэта Стала одним провиденциальным Собеседником больше, Расклицает. Статья, наперёд изобличающая пустоту, Историческую неоправданность, Тупиковость всех предстоящих попыток Обновить кровавый пафос Государственного величия, Как будто обращена Непосредственно к нам. Кажется, мы только теперь способны Как следует оценить её формулировки. Конец цифра. Господи, да если бы это было так. Если бы таких собеседников Было достаточное количество, Чтобы её формулировки сумели оценить Пусть не в 1991-м, 1994-м, 2000-м, Но хотя бы в 2014-м, Ещё до эпопеи «Крым наш» Такого позора, крови, тупика Удалось бы избежать. Однако более чем 70-летнего Опыта боёв за построение социализма Оказалось малым. Недостаточно горького опыта, Память коротковата. И снова, Теперь после Аверинцева, Как и после Мандельштама, Остаётся в который раз Уповать на понимание мысли поэта Мельниками и пекарями Человеческого зерна. Эра миссионизма Окончательно и бесповоротно Кончилась для европейских народов. Всякий миссионизм гласит Приблизительно следующее. Только мы хлеб. Вы же просто зерно, Недостойное помола. Но мы можем сделать так, Что и вы станете хлебом. Всякий миссионизм заранее Недобросовестен, лжив и рассчитан На невозможный резонанс в сознании тех, К кому он обращается с подобным предложением. Ни один миссианствующий и витийствующий народ Никогда не был услышан другим. Все говорили в пустоту, И бредовые речи лились одновременно Из разных уст, Не замечая друг друга. Осип Мандельштам. Пшеница человеческая. Статья как будто обращена Непосредственно к нам. Кажется, мы только теперь способны Как следует оценить ее формулировки. Образ твой мучительный и зыбкий Я не мог в тумане осязать. Господи, сказал я по ошибке, Сам того не думая сказать. Божье имя, как большая птица, Вылетело из моей груди. Впереди густой туман клубится И пустая клетка позади. Апрель 1912. К середине 20-х Изобретательская горячка Поэтической Москвы остыла, Уступив место социалистическому реализму Как наиболее подходящему Для любого черта в Кремле И от того единственно Востребованному партией Литературному направлению. Все патенты уже заявлены, Новых заявлений уже давно нет. Осип Мандельштам обреченно констатировал. Нет в Москве ни одной настоящей Поэтической школы, Ни одного живого поэтического кружка, Ибо все объединения По ту или другую сторону Разделенной правды. В эти годы поэт, Предстоитель эллинизма героического, Филологии воинствующей, Жизнью своей охранил Принятый по юности Акмиизм. Акмиизм не только литературное, Но и общественное явление В русской истории. С ним вместе в русской поэзии Возродилась нравственная сила. Хочу, чтоб всюду плавала Свободная ладья, И Господа, и дьявола Равно прославлю я, Сказал Брюсов. Это убогое ничегочество Никогда не повторится В русской поэзии. Общественный пафос русской поэзии До сих пор поднимался Только до гражданина, Но есть более высокое начало, Чем гражданин. Понятие мужа. В отличие от старой гражданской поэзии, Новая русская поэзия Должна воспитывать Не только граждан, Но и мужа. Идеал совершенной мужественности Подготовлен стилем И практическими требованиями Нашей эпохи. Все стало тяжелее и громаднее. Потому и человек должен стать тверже, Так как человек должен быть Тверже всего на земле И относиться к ней, Как алмаз к стеклу. Гиеротический, То есть священный характер поэзии, Обусловлен убежденностью, Что человек тверже всего остального в мире. Отшумит век, Уснет культура, Переродится народ, Отдав свои лучшие силы Новому общественному классу. И весь этот поток Увлечет за собой Хрупкую ладью человеческого слова В открытое море грядущего, Где нет сочувственного понимания, Где унылый комментарий Заменяет свежий ветер вражды И сочувствия современника. Как же можно снарядить эту ладью В дальний путь, Не снабдив её всем необходимым Для столь чужого И столь дорогого читателя. Ещё раз я уподоблю стихотворение Египетской ладье мёртвой. Всё для жизни припасено, Ничего не забыто Об этой ладье. Осип Мандельштам. О природе слова Довольно куксится Бумаги в стол засунью Я нынче славным бесом Обуянь, Как будто в корень голову Шампунем не вымыл парикмахер Франсуа. Держу пари, что я ещё не умер, И, как жокей, ручаюсь головой, Что я ещё могу набедокурить На рысистой дорожке беговой. Держу в уме, что нынче тридцать первый Прекрасный год в черёмухах цветёт, Что возмужали дождевые черви, И вся Москва на яликах плывёт. Не волноваться, нетерпенье, роскошь. Я постепенно скорость разовью, Холодным шагом выйдем на дорожку. Я сохранил дистанцию мою. 7 июня 1931 года. Москва. Я опоздал на празднество Росина. По мысли Осипа Мандельштама Поэзия отличается от автоматической речи тем, Что будет нас, И встряхивает на середине слово. Слово оказывается гораздо длиннее, Чем мы думаем, И мы припоминаем, что говорить, Это всегда находиться в дороге. Разговор о Данго. Слово никогда не предлагает готовый смысл, Но подготавливает собеседника К смысловой интерференции. При которой, накапливая Семантическую энергию в контексте стихотворения, За счет синонимических замен, Семантических повторов, Стягивания в единый смысловой пучок слов, Относящихся к родственным лексико-семантическим группам, За счет игры лексическими со- и противопоставлениями, Образующими сложную систему Бинарных соответствий и оппозиций, Может обладать одним или несколькими значениями. Исследователи называют этот эффект своего рода Семантическим циклом, Когда слово, уже в контексте одного стихотворения, Становится ипостазированным, Его сугестивные символические смыслы Есть не константная, А скорее переменная величина, И поясняют смысловую интерференцию На примере стихотворений Нот-Ходам И летают валькирии, Поют смучки Зависимостью от позиции слова в тексте Сравни функцию лексемы Конец Первой и во второй строфе А также от позиции читателя Опера при первом чтении Воспринимается иначе, чем при втором Любовь Геннадьевна Кихни Осип Мандельштам Философия слова и поэтическая семантика Летают валькирии, Поют смычки, Громоздкая опера К концу идёт С тяжёлыми шубами Гайдуки На мраморных лестницах Ждут господ. Уж занавес наглухо Упасть готов, Ещё рукоплещет В рейке глупец, Извозчики пляшут Вокруг костров. Карету такого-то Разъезд. Конец 1913. «Уничтожайте рукопись», – призывает поэт, – «не сохраняйте то, что вы начертали сбоку, От скуки, от неумений, как бы во сне. Эти второстепенные и миловольные создания Вашей фантазии не пропадут в мире, Но тот час рассядутся за теневые пюпитры, Как третьи скрипки Мариинской оперы, И в благодарность своему творцу Тут же заварят увертюру к Леноре Или к Гмонту Бетховена». Осип Мандельштам, Египетская марка Провозвестник поэтического – слуховые галлюцинации. Надежда Мандельштам полагала их чем-то вроде профессионального заболевания. Стихи начинаются так. Об этом есть у многих поэтов и в поэме «Безгероя» и «Осипа Мандельштама». В ушах звучит назойливая, сначала неоформленная, а потом точная, но еще бессловесная музыкальная фраза. Мне не раз приходилось видеть, как Осип Мандельштам пытался избавиться от погудки, Стряхнуть ее, уйти. Он мотал головой, словно ее можно было выплеснуть, как каплю воды, Попавшую в ухо во время купания. Но ничто ее не заглушало. Ни шум, ни радио, ни разговоры в той же комнате. Анна Андреевна рассказывала, что когда пришла поэма, Она готова была сделать что угодно, лишь бы от нее избавиться, Даже бросилась стирать, но ничего не помогло. В какой-то момент через музыкальную фразу вдруг проступали слова, И тогда начинали шевелиться гулы. Вероятно, в работе композитора и поэта есть что-то общее, И появление слов в критический момент, разделяющий эти два вида сочинительства. Иногда погудка приходила к Осипу Мандельштаму во сне, Но проснувшись, он не помнил приснившихся ему стихов. Надежда Мандельштам. Воспоминания. Есть и волги в лесах, И гласных долгота в тонических стихах Единственная мера, Но только раз в году бывает разлита В природе длительность, Как в метрике Гомера. Как бы цезурой узияет этот день, Уже с утра покой И трудные длинноты, Волына, пастбище И золотая лень Из тростника Извлечь богатство Целой ноты. 1914. Со стороны складывалось впечатление, Что стихи существуют до того, Как они сочнены. Осип Мандельштам никогда не говорил, Что стихи написаны. Он сначала сочинял, Потом записывал. Сочинительство же состояло В напряженном улавливании И проявлении Уже существующего И неизвестно откуда Транслирующегося Гармонического И смыслового единства, Постепенно воплощающегося в слова. Надежда Мандельштам Воспоминание Песни Чужих певцов блужидающие сны Это блаженное наследство, Полученное поэтом века От таких же певцов, Как и он сам. Поэт слагает чужую песню И произносит ее, как свою. Чужая песня, произнесенная как своя, Не это ли торжество чужого слова В бахтинском понимании? Вопрошают исследователи. Кихний Осип Мандельштам Философия слова и поэтическая семантика Под чужим словом Русский философ и литературовед Михаил Михайлович Бахтин Понимал любые влияния, Связанные с воздействием на авторскую интенцию Высказаться о предмете И исходящие от уже существующих В культуре высказанных. В чужой речи он выделял Несколько разновидностей Двояконаправленных, условных, Двуголосых слов, Которые могут целенаправленно Использоваться в пародии, Стилизации, сказе, Подражания, идеологии. Чужие слова, Введенные в нашу речь, Неизбежно принимают в себя Новую нашу интенцию, То есть становятся двуголосыми. Различным может быть Лишь взаимоотношение Этих двух голосов. Уже передача чистого утверждения В форме вопроса Приводит к столкновению Двух интенций в одном слове, Ведь мы не только спрашиваем, Мы проблематизуем Чужое утверждение. Наша жизненно-практическая речь Полна чужих слов. С одними мы совершенно Сливаем свой голос, Забывая, чьи они, Другими мы подкрепляем Свои слова, Воспринимая их как авторитетные для нас, Третий, наконец, Мы населяем своими собственными Чуждыми или враждебными Им интенциями. Михаил Бахтин. Проблемы творчества. Достоевство. Я не слыхал Рассказов Ассиана Не пробовал Старинного вина. Зачем же мне Мерещится поляна Шотландии Кровавая луна? И перекличка ворона, И арфы Мне чудится В зловещей тишине, И ветром Разбиваемые шарфы Дружинников Мелькают при луне. Я получил Блаженное наследство Чужих певцов Блуждающие сны, Своё родство И скучное соседство Мы презирать Заведово Вольны. И ни одно сокровище, Быть может, Минуя внуков, Правду, кому уйдёт, И снова Скальд Чужую песню Сложит, И как свою Её Произнесёт. 1914 Поэтика Мандельштама Вся пронизана Направленными ассоциациями, Двуголосыми словами. Можно сказать, Что она создается Текстами предшествующей И современной культуры. Вся она Интертекст. Каждый текст является Интертекстом, Оттверждал французский теоретик Литературы Ролан Барт. Каждый текст представляет собой Новую ткань, Сотканную из старых цитат. По свидетельству Надежды Яковлевны Мандельштам, Осип Мандельштам Искал только Равноправных собеседников. Его в равной мере Раздражали аудитория, Ученики и почитатели, У него была ненасытная Жажда общения с равными. Вступая в диалог, Поэт менее всего нуждался В растительном послушании Карнебалета. Если так, То поэтику Осипа Мандельштама Следует соотносить Именно с третьей, Последней разновидностью Чужого слова Из описанных Михаилом Бахтиной. И в стилизации, И в пародии, То есть в обеих предшествующих Разновидностях Третьего типа, Автор пользуется Самими чужими словами Для выражения Собственных интенций. В третьей разновидности Чужое слово Остается за пределами Авторской речи, Но авторская речь Его учитывает И к нему отнесена. Здесь чужое слово Не воспроизводится С новой интенцией, Но воздействует, Влияет и так или иначе Определяет авторское слово, Оставаясь само вне его. Таково слово В скрытой полемике И в большинстве случаев В диалогической реплике. В скрытой полемике Авторское слово Направлено на свой предмет, Как и всякое иное слово, Но при этом Каждое утверждение О предмете Строится так, Чтобы помимо Своего предметного смысла Полемически ударять По чужому слову На ту же тему, По чужому утверждению О том же предмете. Направленное на свой предмет, Слово сталкивается В самом предмете С чужим словом. Самое чужое слово Не воспроизводится, Оно лишь подразумевается. Но вся структура речи Была бы совершенно иной, Если бы не было бы Этой реакции На подразумеваемое чужое слово. В стилизации Воспроизводимый реальный образец Чужой стиль Тоже остается Вне авторского контекста Подразумевается. Так же и в пародии Пародируемое определенное Реальное слово Только подразумевается. Но здесь само авторское слово Или себя выдает за чужое слово, Или чужое выдает за свое. Во всяком случае, Оно непосредственно работает Чужим словом. Подразумеваемый же образец Реальное чужое слово Дает лишь материал И является документом, Подтверждающим, Что автор Действительно воспроизводит Определенное чужое слово. В скрытой же полемике Чужое слово отталкивают. И это отталкивание Не менее чем самый предмет, На котором идет речь, Определяет авторское слово. Это в корне изменяет Семантику слова. Рядом с предметным смыслом Появляется второй смысл Направленность на чужое слово. Нельзя вполне и существенно Понять такое слово, Учитывая только его Прямое предметное значение. Полемическая окраска слова Проявляется и в других, Чисто языковых признаках, В интонации И в синтаксической конструкции. Михаил Бахтин Проблемы творчества Достоевского Бессонница Гомер Тугие паруса Я список кораблей Прочел до середины Сей длинный выводок, Сей поезд журавлиный, Что над Эладою Когда-то поднялся. Как журавлиный клин В чужие рубежи На головах царей Божественная пена, Куда плывете вы? Когда бы ни Елена, Что трое вам одна, Ахейские мужи? И море, И гомер, Все движется любовью, Кого же слушать мне? И вот гомер молчит, И море черное, Витействуя, шумит, И с тяжким грохотом Подходит к сголовью. Август 1915-го Метрику Гомера Осип Мандельштам Уподобляет Витийственному шуму моря. В семантических Тождествах стихотворения Исследователи находят Семантический регус. Означающая здесь Образ гомеровской Илиады, Заданной вначале В имени Гомер, Затем реализуемый Во второй строфе, Как бы наяву, В образе царей, Плывущих за Еленой, В авторских апеллятивах, Куда плывете вы, Когда бы ни Елена, Что трое вам, Одна, Ахейские мужи. Тождество в данном Тексте Представляет собой Триаду. Оно включает Море, Гомера И любовь. При этом любовь Оказывается Терциум Компарационис Первых И двух Образов. Возникает такое Впечатление, Что Мандельштам Действительно Решает Поэтическую Теорену. Если А равно Б, А Б равно С, То А равно С. Однако Оставляет при этом За кадром Фонетический ключ К этому Тожеству, Который Обнаруживается При переводе Слова Любовь На латинский Язык Амор. Море Оказывается Анаграммой Имени Гомера И любви В античном Звучании На греческом И латинском Языках. Любовь к их Ним Осип Мандельштам Философия Слова И политическая Семантика Пожалуй, И без такой Серьезной Филологической Работы Можно заключить, Что в стихотворении Осипа Мандельштама Нет ни одного Случайного Слова. Надежда Мандельштам Объясняла Последний Этап Работы Изъятия Стихов Случайных Слов, Которых Нет В том Гармоническом Целом, Что существует До их Возникновения. Эти Случайно Прокравшиеся Слова Были Поставлены Наспех, Чтобы заполнить Пробел, Когда Проявлялось Они застряли И их удаление Тоже тяжелый труд. На последнем этапе Происходит Мучительное Вслушивание В самого себя В поисках Того объективного И абсолютно Точного Единства, Которое Называется Стихотворение. В стихах Сохрани мою речь Последним Пришел Эпитет Совестный Дега труда. Осип Мандельштам Жаловался, Что здесь Нужно Определение Точное И скупое, Как у Анны Андреевны, Она одна Умеет это делать, Он как бы ждал Ее помощи. Господин Анне Андреевне Ахматовы Сохрани мою речь Навсегда За привкус Несчастья И дыма, За смолу Кругового Терпения, За совестный Деготь Труда. Так вода В новгородских Колодцах Должна быть Черна И сладима, Чтобы В ней К Рождеству Отразилась Семью Плавниками Звезда. И за это, Отец мой, Мой друг и помощник, Мой грубый, Я, Непризнанный Брат, Отщепенец В народной Семье, Обещаю Построить Такие Дремущие Срубы, Чтобы В них Татарва Опускала Князей Наводье. Лишь бы Только любили Меня Эти древние Плахи, Как нацелясь На смерть Городки Зашибают В саду. Я за это Всю жизнь Прохожу Хоть в железной Рубахе И для казни Петровской В лесу Топорище Найду. Третье мая 1931-го Фмельницкая В работе Над стихами Замечала Супруга Поэта Не один А два Выпрямительных Вздоха. Один, Когда появляются В строке Или в Строфе Первые Слова. Второй, Когда последнее Точное Слово Изгоняет Случайно Внедрившихся Пришельцев. Тогда Процесс Вслушивания В самого Себя Тот Самый, Который Подготовляет Почву К расстройству Внутреннего Слуха К болезни Останавливается Стихотворение Как бы Отпадает От своего Автора Перестает Жужжать И мучить Его Одержимый Получает Освобождение Бедная Корова Ио Удрала От пчелы Если Стихотворение Не отстает Стихотворение Останавливает Осип Мандельштамм Значит в нем что-то не в порядке Или еще что-то спрятано То есть осталась Плодоносная почка От которой тянется Новый росток Иначе говоря Работа не завершена Когда внутренний голос умолкал Осип Мандельштамм Провался прочесть кому-нибудь Новый стишок Меня бывало недостаточно Я так близко видела эти метания Что Осипу Мандельштамму казалось Будто я тоже слышала всю погодку Иногда он даже упрекал меня Что я чего-то недослышала В последний воронежский период Мы шли к Наташе Штемпель Или зазывали к себе Федю Маранца Обезьяноподобного агронома Прелестнейшего и чистейшего человека Готовившегося в скрипачи Но случайно в юности Испортившего себе руку Феде была та внутренняя гармония Которой отличаются люди Слышащие музыку Со стихами он столкнулся впервые Но его музыкальное чутье Делало его лучшим слушателем Чем многих специалистов Первое чтение Как бы завершает процесс работы над стихами И первый слушатель Ощущается как его участник Воспоминания После двадцатых Первыми слушателями стихов поэта Становились биолог Борис Сергеевич Кузин Агроном Федя Маранц Человек-оркестр Александр Маргулис Сын расстрелянного генерала Сергей Рудаков И сын расстрелянного поэта Лев Гумилёв Друг с другом они не были даже знакомы Однако никого из них Не миновала трагическая судьба К немецкой речи Борису Сергеевичу Кузину Себя губя Себе противореча Как моль летит на огонёк полночный Мне хочется уйти из нашей речи За всё, чем я обязан ей бессрочно Есть между нами похвала без лести И дружба есть упор без фарисейства Поучимся ж серьёзности и чести На западе у чуждого семейства Поэзия Тебе полезны грозы Я вспоминаю немца-офицера И за эфес его цеплялись розы И на губах его была церера Ещё во Франкфурте отцы зевали Ещё о Гёте не было известий Слагались гимны, кони горцевали И словно буквы прыгали на месте Скажите мне, друзья, в какой волгалле Мы вместе с вами щёлкали орехи Какой свободой мы располагали Какие вы поставили мне вехи И прямо со страницы альмонаха От новизны его первостатейной Сбегали в гроб ступеньками без страха Как в погребок за кружкой Мозельвейны Чужая речь мне будет оболочкой И много прежде, чем я смел родиться Я буквой был, был виноградной строчкой Я книгой был, которая вам снится Когда я спал без облика и склада Я дружбой был, как выстрелом разбужен Бог-Нахтигаль, дай мне судьбу Пилада Или вырви мне язык, он мне не нужен Бог-Нахтигаль, меня ещё вербуют Для новых чум, для семилетних боен Звук сузился, слова шипят, бунтуют Но ты живёшь, и я с тобой спокоен 8.12.1932 Случайных слушателей среди участников первых чтений Как случайных слов в стихотворениях Мандельштама Не бывало Как так получалось? Тождество слушающего и слушаемого В понимании, как означающего и означаемого В смысловом содержании Тоже семантический ревус После падения Гетмана и Петлюры В начале девятнадцатого года В Киев вошли большевики Кому-то из бывших деятелей Киевского литературно-артистического общества Пришла в голову мысль Устроить в зале бывшей гостиницы Континенталь эстраду со столиками Для выступлений Хлам Художники, литераторы, артисты и музыканты В это время в Киев съехалось Много поэтов и писателей Из Петербурга и Москвы В надежде подкормиться В продовольствии на более благополучном Киеве Помещение хлама Днем пустое Стало своего рода Штаб-квартирой Киевских литераторов Однажды днем Днем в хламе Можно было получить кофе И кое-какую еду Но столики обычно пустовали Я заметил единственного Кроме меня посетителя Невысокий человек Лет тридцати пяти С рыжеватыми волосами И лысинкой Бритый Сидя за столом Что-то писал Покачиваясь на стуле Не обращая Внимания На пронесенную ему Чашку кофе Поэт Решил я Но кто? В это время В хлам вошел Маковейский Киевский поэт Я поделился с ним Моими наблюдениями Решительный В таких случаях С обычной Своей изысканной Любезностью Маковейский Представился Осип Мандельштам Последовал Ответ Незнакомца Через несколько минут Разговор уже шел О стихах Точнее Маковейский Говорил И задавал вопросы Он обладал даром Заводить Новые знакомства Оказалось Только что Приехав в Киев Подкормиться На севере Голубь Мандельштам Пошел осматривать Город И случайно Забрел в хлам Я пишу стихи Медленно Порой Мучительно трудно Вот и сейчас Никак не могу Окончить Давно начатое Стихотворение Не нахожу Двух Заключительных Строк С серьезным Глубоким Выражением Лица И в то же время С какой-то Детской Доверчивостью Поделился Своим Затруднением Мандельштам Это было Его прекрасное Стихотворение На каменных Отрогах Пиерии Впоследствии Вошедшее В книгу Трести В последней строфе Где не едят Надломленного Хлеба Где только Мёд, Вино И молоко Не хватало Двух заключительных строк, которые Мандельштам искал Здесь В хламе С присущей ему Формальной Находчивостью Маковейский Подсказал Скрипучий Труд Не обращает Небо И колесо Вращается Легко Если вслушаться В музыку Двух последних Срок стихотворения Эти строки Суше И фонетически Беднее Мандельштамовских Я был очень удивлен, Когда Мандельштам принял их. Но в таком виде Стихотворение Появилось В Гермесе И осталось В Тристи Юрий Терапиано Встречи ЧЕРЕПАХА На каменных отрогах пеери Водили музы первый хоровод, Чтобы, как пчёлы, лирники слепые Нам подарили ионийский мёд, И холодком повеяло высоким От выпукло девического лба, Чтобы раскрылись правнукам далёким Архипелага нежные гроба. Бежит весна Бежит весна Топтать луга Эллады, Абула Сафо Пёстрый Сапожок, И молоточками Куют Цикады, Как в песенке Поётся Перстенёк. Высокий Высокий дом Построил Плотник Дюжий, На свадьбу Всех Передушили Кур, И растянул Сапожник Неуклюжий, На башмаки Все пять Воловьих Шкур. Нерасторопна Черепаха Лира, Едва-едва Беспалая Ползёт, Лежит Себе На солнышке Эпира, Тихонько Грея Золотой Живот. Ну, кто её Такую Приласкает, Кто Спящую Её Перевернёт, Она во сне Терпандра Ожидает, Сухих Перстов Предчувствуя Налёт. Поит Шумит Трава, На радость Осом Пахнет Медуница, О, где Живые Святые Острова, Где Не едят Надломленного Хлеба, Где Только Мёд, Вино И молоко, Скрипучий труд Не обращает небо, И колесо прощается легко. 1919 Выпускник Тенишевского Мандельштам учился в Сорбонне. Изучал романскую филологию и историю искусств в Гедельбергском университете, а после крещения на романо-германском отделении Петербургского университета. Можно, конечно, пытаться представить, как поэт конструирует читателю семантический репуш. Тем более, что именно в ремесленническом отношении к стихосложению обвиняли цеховиков-акмистов, символисты и пролетарские буревестники из-под крыла Максима Горького. Но загадывание загадок не есть стезя поэтического творчества. Загадки возникают позднее, когда читатель в потомстве алгеброй поверяет гармонию и обнаруживает имплицитные закономерности в том, что хотело сказаться в тексте. Примеряя свое чужое слово и речь к авторскому тексту, читатель, он же и провиденциальный собеседник, всякий раз изменяет то, что исследователи именуют контекстной ситуацией, и из-за чего означающее и означаемое приходят в движение, а в поэтике Мандельштама нередко перетекают друг в друга. Смотри, Кихний, Осип Мандельштам, Философия. Поэзия, завидуй кристаллографии, кусай ногти в гневе и бессилии, ведь признано даже, что математические комбинации, необходимые для кристаллообразования, невыводимы из пространства трех измерений. Тебе же отказывают в элементарном уважении, которым пользуется любой кусок горного хрусталя. Осип Мандельштам, разговор о Данте. Ирина Адоевцева вспоминала, как при первом чтении Тристии в Петербурге на квартире Николая Гумилёва спросила автора. Отчего черепаха-лира ожидает Терпандра, а не Меркурия? И разве Терпандр тоже сделал свою кефару из черепахи? Оттого, отвечал Мандельштам, что Терпандр действительно жил, родился на Лесбосе и действительно сделал лиру. Это придаёт стихотворению реальность и вещественную тяжесть. С Меркурием оно было бы слишком легкомысленно легкокрылым. А из чего была сделана первая лира, не знаю, и не интересуюсь этим вовсе. На берегах не вы. Я не увижу знаменитой Федры в старинном многоярусном театре с прокопченной высокой галереи при свете оплывающих свечей и равнодушен к суете актёров, взбирающих рукоплесканий жатву, я не услышу обращённый крампе двойною рифмой оперённый стих. Как эти покрывало мне постылы. Театр Россина Мощная завеса нас отделяет от другого мира. Глубокими морщинами волнуя, нижним и нами занавес лежит, спадают с плеч классические шали, расплавленный страданьем укрепнет голос и достигает скорбного закала негодованьем раскалённый слог. Я опоздал на празднество Россина. Вновь шелестят истлепшие афиши, и слабо пахнет апельсинной коркой, и словно из столетий литургии, очнувшийся сосед мне говорит, измученный безумством мельпомены, я в этой жизни жажду только мира. Уйдём, покуда зрители-шакалы на растерзание музы не пришли. Когда бы грек увидел наши игры? Ноябрь 1915-го. 1 мая 1919-го года в киевском кафе «Хлам», Осип Мандельштам познакомился с 19-летней художницей Надеждой Хазин. Родом она была из семьи ассимилированных евреев. Её отец, сын ямпольского купца Хаима Арона Хазина, служил присяжным поверенным, а мать, Ревека Яковлевна, врачом. Ребёнком она побывала с родителями в Германии, Франции и Швейцарии и училась в частной женской гимназии Аделаиды Жакулиной по программе мужских гимназий. Поступив на юридический факультет университета Святого Владимирова в Киеве, учёбу бросила и в годы революции брала уроки живописи у Александры Экстер, одной из ведущих художниц русского авангарда. Надеждой Мандельштам она станет позднее, в 1922 году, после возвращения поэта в Москву, передышки в Крыму, пленения в Грузии и Кавказских скитаний. Мандельштам пробыл в Киеве несколько месяцев. Принимал участие в литературных вечерах и в киевских изданиях. С эстрады он читал очень плохо. То слишком понижал, то слишком повышал тон, торопился, останавливался, иногда начинал снова. В небольшом же помещении, где слышен даже шепот, он порой читал вдохновенно и прекрасно. Так же и в разговорах то застенчиво молчал, то вдруг мог говорить долго, глубоко и замечательно. Лишенный от природы представительной внешности, в такие минуты он казался прекрасным. В жизни Вандельштам был беззащитен, непрактичен, наивен, с ним постоянно случались всякие приключения. Так, зайдя навестить знакомого в дом, где помещался военный комиссариат, он попал не туда, его приняли за призывного и чуть-чуть не мобилизовали. В другой раз, желая купить незаконным способом несколько яиц, он попал в милицию и тому подобное. В конце концов, после занятия Киева добровольческой армией, Мандельштам умудрился оказаться в бывшей квартире видного советского чиновника. Знакомые поручили ему охранять эту квартиру. Дело грозило принять трагический оборот. Контрразведка арестовала его, а тут еще еврейское происхождение. Но поэты-киевляне, имевшие связи, выручили Мандельштама и отправили его в Крым. Юрий Терапиано. Встреча. Я живу на важных огородах. Ванька-ключник мог бы здесь гулять. Ветер служит даром на заводах и далеко убегает гать. Чернопахотная ночь степных закраен, в мелкобисерных из зябла огоньках. За стеной обиженный хозяин ходит, бродит в русских сапогах. И богато искривилась половица Этой палубы гробовая доска. У чужих людей мне плохо спится, и своя-то жизнь мне не близка. Апрель 1935-го. Воронеж. Будучи преподавателем и лингвистом по специальности, Надежда Яковлевна Мандельштам полагала. Стихи как слово. Сознательно выдуманное слово лишено жизнеспособности. Это доказано всеми неудачами словотворчества, наивной индивидуалистической игры с божественным даром человека речью. Фонетическому комплексу, называющемуся словом, прикрепляют произвольное значение, и получается блатной язык или та словесная шелуха, которой пользуются в корыстных целях жрецы, заклинатели, правители и прочие шарлатаны. И над словом, и над стихами совершают это надругательство, чтобы пользоваться ими, как хрусталиком-гипнотизёром. Обман рано или поздно будет разоблачён, но человеку всегда грозит опасность попасть под обаяние и власть новых обманщиков, другой стороной повернувших свой хрусталик. Воспоминания Нынче день какой-то желторотый, не могу его понять, И глядят приморские ворота в якорях в туманах на меня. Тихий, тихий по воде линялой ход военных кораблей и каналов узкие пеналы подо льдом ещё черней. 9.28.1936 Игры двадцатых при всей своей вегетарианской обманке всё более ужесточались. Я с горестью видел на течении мною любимом наштамповывается ерунда случайными людьми, ерунда пройдёт в будущее под флагом символизма Андрей Белый между двух революций. И тонкая жерть предтечи должна была смениться жезлом пастуха Осип Мандельштан. Голос, расплавленный страданием, окреп. Раскалённый негодованием слог достиг скорбного накала. Зрители шакалы собирались на растерзанье музы. Полночь в Москве Полночь в Москве Роскошно-буддийское лето С дроботом мелким расходятся улицы В чоботах узких железных. В чёрной оспе блаженствуют кольца бульваров. Нет на Москву и ночью угомону. Когда покой бежит из-под копыт, ты скажешь, где-то там, на полигоне, два клоуна засеяли бим и бом. И в ход пошли гребёнки, молоточки, то слышится гармоника губная, то детская молочная пьянина до рэ-ми-фа и соль-фа-ми-ре-до. Бывало, я, как помоложе, выйду в проклеенном резиновом пальто в широкую разлапицу бульваров, где спичечные ножки цыганочки в подоле бьются длинном, где арестованный медведь гуляет самой природы вечный меньшевик. И пахло до отказу лавровишней. Куда же ты? Ни лавров нет, ни вишен. Я подтяну бутылочную гирьку кухонных крупноскачущих часов. Уж до чего шероховато время, а всё-таки люблю за хвост его ловить, ведь в беге собственном оно не виновата, да, чуть-чуть жуликовато. Чур не просить, не жаловаться, цыц, не хныкать, для того ли разночинцы рассохлые топтали сапоги, чтоб я теперь их предал. Мы умрём, как пехотинцы, но не прославим ни хищи, ни подёнщины, ни лжи. Есть у нас паутинка шотландского старого пледа. Ты меня им укроешь, как флагом военным, когда я умру, выпьем, дружок, за наше ячменное горе, выпьем до дна. Из густо отработавших кино, убитые, как после хлороформа, выходят толпы, до чего они венозны, и до чего им нужен кислород. Пора вам знать, я тоже современник, я человек эпохи Москва-Швея. Смотрите, как на мне топорщится пиджак, как я ступать и говорить умею, попробуйте меня от века оторвать, ручаюсь вам, себе свернёте шею. Я говорю с эпохою, но разве душа у ней пеньковая, и разве стыдно прижилась, как сморщенный зверёк в тибетском храме, почешется и в цинковую ванну, изобрази ещё нам, Марь Иванна. Пусть это оскорбительно, поймите, есть блуд труда, и он у нас в крови. Уже светает, шумят сады зелёным телеграфом, к Рембранту входит в гости Рафаэль, он с Моцартом в Москве души не чает, а за воробьиный хмель. И, словно пневматическую почту, иль студенец медузы черноморской передают с квартиры на квартиру конвейером воздушным сквозняки, как майские студенты шелапуты. Май, 4 июня 1932-го. Анна Ахматова вспоминала, что о стихах Овсип Мандельштам говорил ослепительно, пристрастно и иногда бывал чудовищно несправедлив, например, к блоку. А Пастернаки говорил «Я так много думаю о нём, что даже устал» и «Я уверен, что он не прочёл ни одной моей строчки». А Марине «Я антицветаевец» Мандельштам Осип Мандельштам всегда говорил, что большевики берегут только тех, кого им с рук на руки передали символисты. По отношению к акмеистам этот акт совершён не был. И лефовцы, и остатки символистов в советское время одинаково направляли основной свой удар на последних акмеистов – Ахматову и Мандельштама. Иногда борьба принимала смешные формы, вроде статей Брюсова, где он превозносил неоакмеизм с его главой Осипом Мандельштамом и приписывал ему в ученики всех, кого не лень, лишь бы ослабить школу. Еще забавнее личные столкновения Осипа Мандельштама с Брюсовым. Однажды Брюсов зазвал Осипа Мандельштама к себе в служебный кабинет и долго расхваливал его стихи, цитируя при этом маковейского, киевского поэта, злоупотреблявшего латынью. В другой раз Брюсов на заседании, распределявшем академические пайки, настоял, чтобы Осипу Мандельштаму дали паёк второй категории, сделав вид, что спутал его с юристом, носящим ту же фамилию. Это были забавы вполне в стиле десятых годов, а к политической дискриминации Брюсов не прибегал, этим занимался более молодой лев. Надежда Мандельштама Я должен жить, хотя я дважды умер, А город от воды ополоумел, Как он хорош, как весел, как скуласт, Как на лемех приятен жирный пласт, Как степь лежит в апрельском провороте, А небо, небо, твой Буаноротти. Апрель 1935 Морской волны, тяжелый, изумруд Пристрастие читательской аудитории к деяниям тиранов, биографиям злодеев, мемуарам предателей объяснимо не одним только общественно-политическим заказом адептов в потомстве, но также стремлением разобраться и осмыслить, как такое было возможно, возникающим со стороны тех, кто никогда не был приверженцем подобной апологетики. Стремление это оборачивается потребностью определить содержание понятий «о тяжелом и безобразном» Елена Иваницкая и уводит собеседников обманным путем мышления о том, чего нет. В самом деле, что такое подлость, как не отсутствие благородства, а трусость – недостаток мужественности? Ведь поступки властолюбивых и охочих до всемирного признания нелюдей – это всегда гримасы, ужинки, манипуляции, имитации, а в событиях, в которые они вовлечены и вовлекают других, недостает самого бытия. «Все они – груз лето, серая рябь» – Надежда Мандельштан. Сделанное ими разумно определять апофатическим образом через то, что не сделано, не совершено, не достигнуто. В логике такие определения принято считать негативными. Предметы, к которым они относятся, не содержат признаков, используемых для своего определения. Тяжелые и безобразные, как с этической, так и с логической точек зрения, персоналии, предметы и их определения были бы ничем, если бы не восполнялись поступками настоящих действующих лиц, подлинных личностей, героев, поэтов. Петрополь Мне холодно. Прозрачная весна в зелёный дух Петрополь одевает, Но, как медуза, Невская волна мне отвращений лёгкое внушает. По набережной северной реки автомобили нчатся светляки, Ведь от стрекозы и жуки стальные мерцают звёзд, булавки золотые, Но никакие звёзды не убьют. В Петрополе прозрачном мы умрём, Где властвует над нами прозерпина, Мы в каждом вздохе смертный воздух пьём, И каждый час нам смертная година. Богиня моря, грозная Афина, Сними могучий каменный шелом, В Петрополе прозрачном мы умрём, Здесь царствуешь не ты, а прозерпина. Я не отрекаюсь ни от живых, ни от мёртвых, Сказал Осип Эмильевич ленинградским писателям на своём вечере в Доме печати Я тот самый Мандельштам, который был, есть и будет другом своих друзей, Соратником своих соратников, современником Ахматовой. В первый период изничтожения, вплоть до мая 1934 года, К поэту применялись методы внеполитические и внелитературные. Применялись те же методы, что довели до самоубийства Маяковского в 1930-м. Шатия братья лефовцев, раповцев, безыменских, ставских, павленок и левичей, Кого ещё убьёт? Кого ещё прославят? Какую выдумают ложь? Квартирный вопрос их испортил. Эти зрители-шакалы, свороупрашивающих Сталина закрыть постановку Булгаковской пьесы во Мхате, писательская самодеятельность, Поддержанная сверху, не просто собиралась на растерзание музы, Но сама она уйскивала вежливых человечков Риана С отработкой своего места на книжной полке И Президиуме писательских организаций И кусала, когда и куда могла. «Они ничего не могут поделать со мной, как с поэтом», Говорил Осип Мандельштам, «Они кусают меня за переводческую ляжку». Причину и следствие ясно определила Надежда Яковлевна Мандельштам. Есть люди, у которых каждое суждение связано с общим пониманием вещей. Это люди целостного мира понимания. А поэты принадлежат по всей вероятности именно к этой категории, Различаясь только широтой и глубиной охвата. Не это ли свойство толкает их на самовоявление? И не оно ли служит мерилом подлинности поэта? Ведь есть же люди, которые пишут стихи не хуже поэтов, Но что-то в их стихах не то. И это сразу ясно всем, но объяснить, в чем дело, невозможно. А разговоры о непризнании поэта современниками наивны. Поэта с первых шагов узнают и те, кто рад ему, и те, кого он бесит. А раздражает и бесит он многих. Это, очевидно, неизбежно. Даже Пастернак, так долго и умело избегавший стихийного бешенства нечитателей, Так умело и сознательно очаровывавший любого собеседника, Не ушел под конец жизни от общей участи. Быть может, поэты вызывают эту ярость чувством своей правоты и примезной суждений. Примезна нашей речи не только пугач для детей, А примезна эта является следствием целостного миропонимания. Ведь всякий поэт – колебатель смысла, То есть он не пользуется суждениями-формулами, Которую в ходу у людей его эпохи, А извлекает мысль из своего миропонимания. Люди, пользующиеся приличными и общераспространенными формулами, Не могут не обижаться, когда перед ними предстает мысль, Сырая, неотработанная, с еще не стершимися углами. Не в таком ли смысле говорил Осип Мандельштам о сырьевой природе поэзии, О том, что она несравненно большее сырье, чем даже живая разговорная речь? Люди, чурающиеся этого сырья, говорят, А чем он лучше нас? Или, Очень он обидчивый, подозрительный, заносчивый, Вечно спорит, всех учит? Под эти погудки шла травля и Ахматовой, и Мандельштама, и Пастернака, и Маяковского, Пока его не сделали государственным поэтом. Все это продолжали долго говорить даже о мертвом Гумилеве. Без этого не обойтись, как ни старайся. Но когда производится пересмотр, Люди, готовые к формулу, Сразу забывают, что они говорили неделю назад, Потому что старые формулы они сменили новыми. Нельзя только забывать, Что кроме нечитателей, Поэт всегда окружен друзьями, Побеждают почему-то всегда они. Надежда Мандельштам Воспоминания 1 января 1924 Кто время целовал в измученное теме? Сыновьей нежностью потом он будет вспоминать, Как спать ложилось время, Сугроб пшеничный за окном. Кто веку поднимал болезненные веки? Два сонных яблока больших. Он слышит вечно шум, Когда взревели реки Времен обманных и глухих. Два сонных яблока У века властелина И глиняный прекрасный рот, Но к млеющей руке стареющего сына Он, умирая, припадёт. Я знаю, с каждым днём Слабеет жизнь и выдох, Ещё немного оборвут Простую песенку о глиняных обидах И губы оловом зальют. О, глиняная жизнь, О, умиранье века, Боюсь лишь тот поймёт тебя, В ком беспомощная улыбка человека, Который потерял себя. Какая боль Искать потерянное слово, Больные веки поднимать И с известью в крови Для племени чужого Ночные травы собирать. Век Известковый слой В крови больного сына Твердеет, Спит Москва, как деревянный ларь, И некуда бежать От века властелина, Снег пахнет яблоком, Как встарь. Мне хочется бежать От моего порога, Куда? На улице темно, И словно осыплют Соль мощённую дорогой, Белеет совесть передо мной. По переулочкам, Скворечням и застрехам, Недалеко, Собравшись, Как-нибудь я рядовой седок, Укрывшись рыбьим мехом, Всё силюсь полость застегнуть. Мелькает улица, Другая, И яблоком хрустится Ней морозный звук. Не поддаётся петелька тугая, Всё время валится из рук. Каким железным скобяным товаром Ночь зимняя гремит По улицам Москвы, То мёрзлой рыбой устучит, То хлещет паром Из чайных розовых, Как серебром плотвы. Москва. Опять Москва. Я говорю ей здравствуй, Не обессудь, Теперь уж не беда, По старине я принимаю Братство мороза крепкого Ищучего суда. Пылает на снегу Аптечная малина, И где-то щёлкнул Ундервуд, Спина из возчика И снег на полуаршина. Чего тебе ещё? Не тронут, Не убьют. Зима красавица, И в звёздах небо козья Рассыпалась, И молоком горит, И конским волосам Омёрзлые полозья Вся полость Трётся, Извенит. А переулочки Коптили керосинкой, Глотали снег, Малину, Лёд, Всё шелушится Им советской сонатинкой Двадцатый, Вспоминая, Год. Уже ли я предам Позорному злословью? Вновь пахнет яблоком мороз, Присягу чудную Четвёртому сословью И клятвы крупные До слёз. Кого ещё убьёшь, Кого ещё прославишь, Какую выдумаешь ложь? То ундервуда хрящ Скорее вырви клавиш И щучью косточку найдёшь. И известковый слой В крови больного сына Растает, И блаженный Брызнет снег, Но пишущих машин Простая сонатина Лишь тень сонат Могучих тех. В тени сонат могучих тех, Гуляя по безлюдным окраинам города Под скрип ломовых Извозчащих телег, Прочёл Осип Эмилевич 16 строк про Кремлёвского горца. Было это в районе Тверских-Ямских, И прервать его не представлялось возможным. Выслушав, собеседник сказал ему, «То, что вы мне прочли, Не имеет никакого отношения К литературе, поэзии. Это не литературный факт, Но акт самоубийства, Которого я не одобряю, И в котором не хочу принимать участие. Вы мне ничего не читали, Я ничего не слышал, И прошу вас не читать их никому другому». Заметки о пересечении биографии Осипа Мандельштама И Бориса Пастернакова Не внял Осип Эмилевич предупреждению И продолжал читать старым знакомым. Кто-то шарахался, паниковал, Кто-то из неслучайных слушателей Писал донос. Не предвидеть этого исхода поэт не мог, Поэтому сам шёл по краю. Утром неожиданно ко мне пришла Надя, Можно сказать, влетела. Она заговорила отрывисто. Осип сочинил очень резко стихотворение. Его нельзя записать. Никто, кроме меня, его не знает. Нужно, чтобы ещё кто-нибудь его запомнил. Это будете вы. Мы умрём, а вы передадите его потом людям. Осип прочтёт его вам, А потом вы выучите его наизусть со мной, Пока никто не должен об этом знать, Особенно Лёва. Надя была очень взвинчена. Мы тотчас пошли на Щёкинский. Надя оставила меня наедине с Осипом Эмильевичем В большой комнате. Он прочёл. Мы живём под собою, не чуя страны. И так далее. Всё до конца. Теперь эта эпиграмма на Сталина известна. Но, прочитав заключительное двустишее, Что ни казнь у него, то малина, И широкая грудь осетина, Он скричал. Нет, нет, это плохой конец. В нём есть что-то цветаевское. Я его отменяю. Будет держаться и без него. И он снова прочёл всё стихотворение, Закончив с величайшим воодушевлением. Как подковы дарит за указом указ, Кому в лоб, кому в пах, Кому в бровь, кому в глаз. Это комсомольцы будут петь на улицах, Подхватил он сам себя ликующие. В Большом театре, на съездах, Со всех ярусов. И он зашагал по комнате. Обдав меня своим прямым огненным взглядом, Он остановился. Смотрите никому. Если дойдёт, меня могут расстрелять. Эмма Герштейн. Мемуар. Мы живём под собою, не чуя страны. Наши речи за десять шагов не слышны. А где хватит на пол разговорца, Там припомнят кремлёвского горца. Его толстые пальцы, как черви жирны, И слова, как пудовые гири верны. Таракани смеются усища, И сияют его голенища. А вокруг него сброд танкашей и хваждей. Он играет услугами полулюдей. Кто свистит, кто мяучит, кто хнычит, Он один лишь бабачит и тычет. Как подкову кудёт за указом указ, Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз, Что не казнь у него, то малина И широкая грудь осетина. Ноябрь 1933-го В конце века другой горец Писатели-поэт Фазиль Искандер Логику отношения власти к акту самоубийства И сравнительно лёгкое наказание за стихи о Сталине Ссылку в чердым Объяснил убедительно, Прежде всего и главным образом тем, Что стихи эти Сталину понравились. Такое мнение только кажется парадоксальным. Ужас перед обликом тирана, Нарисованный поэтом, Как бы скрывает от нас более глубокий, Подсознательный смысл стихотворения. Сталин – неодолимая сила. Сам Сталин, естественно, Необычайно чуткий к вопросу О прочности своей власти. Именно это почувствовал в первую очередь. Наши речи за десять шагов не слышны. Конец. Кранты. Теперь, что бы ни произошло, никто не услышит. А слова, как тяжёлые, гири верны. Идёт жад во смерти. Мрачная ирония никак не перекрывает убедительность оружия. Если дело дошло до этого, гири верны. Он играет услугами полулюдей. Так это он играет, а не им играют. Троцкий или Бухарин? Так должен был воспринимать Сталин. И, наконец, последние две строчки. Что ни казнь у него, то малина и широкая грудь осетина. Последняя строчка кажется слишком неожиданной, даже по-детски неумелой. Причём тут осетин. Но это только на первый взгляд. На самом деле двоякое содержание стихотворения, ужас и неодолимая сила, окончательно выплеснулось в последней строке. Широкая грудь – это неодолимая, победная сила, уже заслонившая горизонт. Осетина как бы выкрикивается, поэт как бы чувствует, что на этом слове в него выстрелят. Нация, конечно, тут ни при чём. Срывается маска самозванства. В этом разоблачительная энергия последнего слова. Отчаяние и какая-то детскость, конечно. Словно красная шапочка уже из пасти волка кричит «Ты не бабушка?». Думаю, что Сталину в целом это стихотворение должно было понравиться. А кем его будут считать? Осетином или грузином? Его вообще не очень волновало, я думаю. Тогда стихотворение выражало ужас и неодолимую силу Сталина. Именно это он внушал и хотел внушить стране. Стихотворение доказывало, что цель достигается, и это принято, но… Публиковать его, конечно, нельзя. Оставить без внимания тоже. В НКВД о нём знают. Егода возмущался, но читал наизусть. Много на себя берёт. Оставить стихи без внимания кое-кто поймёт, как слабость Сталина нельзя. Вот если Мандельштам в будущем напишет стихотворение о Сталине, внушающее ужас перед неодолимой силой Сталина, но написанное нашим, приличным, революционным веком. Посмотрим. Отсюда, я думаю, резолюция. Изолировать, но сохранить. Сравнительно мирная первая ссылка. Думаю, позже он о нём вообще забыл. Тем более, что цель была достигнута полностью. Страна после 1937 года оцепенела даже с избытком. Чтобы слегка растормошить её, пришлось некоторое количество осуждённых выпустить и наоборот расстрелять тяжёлого. Тоже много на себя брал. Пазиль Искандер, поэт и царин. Как землю где-нибудь небесный камень будет, Упал опальный стих, не знающий отца, Неумолимая находка для творца Не может быть другим, Никто его не судит. 20 января 1937 В 1934-м Осип Мандельштам был арестован И выслан сначала в Чердынь на Каме, А после чудодейственного пересмотра дела Они с супругой выбрали местом поселения Воронеж. Дело по нашим условиям было совершенно реальным. Материалов хватило бы на десять процессов, и поэтому измышлять что-нибудь дополнительное не имело никакого смысла. Надежда Мандельштам. Заблаженное бессмысленное слово Я в ночи советской помолюсь. Павленко рассказывал, что у Мандельштама во время допроса был жалкий и растерянный вид, Брюки падали, он все за них хватался, отвечал не в попад, ни одного четкого и ясного ответа, Порол чушь, волновался, вертелся, как карась на сковороде, и тому подобное. Общественное мнение всегда подвергалось у нас обработке против слабого в пользу сильного, Но то, что сделал Павленко, превосходит все. Никакой булгарин на это бы не осмелился. Кроме того, в кругу официальной литературы, которому принадлежал Павленко, Совершенно забыли, что единственное, в чем можно обвинять заключенного, Это в даче ложных показаний в угоду начальству и для спасения своей шкуры, Но, во всяком случае, не в растерянности и страхе. Почему мы должны быть такими храбрыми, Чтобы выдерживать все ужасы тюрем и лагерей XX века? С песнями валиться во рвы и общие могилы? Смело задыхаться в газовых камерах? Улыбаясь путешествовать в телячьих вагонах? Вести салонные разговоры со следователями о роли страха в поэтическом творчестве? Или выявлять импульс к сочинению стихов, написанных в состоянии ярости и негодования? А тот страх, который сопровождает сочинение стихов, Ничего общего со страхом перед тайной полицией, не имеет. Когда появляется примитивный страх перед насилием, уничтожением и террором, Исчезает другой таинственный страх перед самим бытием. Об этом часто говорил Осип Мандельштам. С революцией у нас на глазах, пролившей потоки крови, тот страх исчез. Надежда Мандельштам. Разрывы круглых мухт, и хрящ, и синева, И парус медленный, что облаком продолжен, Я с вами разлучен, вас оценив едва, Длинней органных фуг, горька морей трава, Ложноволосая, и пахнет долгой ложью. Железной нежностью хмелеет голова, И ржавчина чуть-чуть от логи берег гложет. Что ж мне под голову другой песок подложен? Ты горловой Урал, плечистая по Волжье, Или этот ровный край, Вот все мои права, И полной грудью их вдыхать еще я должен. 8 февраля 1937-го Воронеж Таинственный страх, который сопровождает сочинение стихов, Не страх, скорее благоговение перед бытием, Во всем противоположное ужасу небытия, Разверзаемого внезапно в пустоте тараканье гласных читателей, Слушателей случайных из подворотни. Участок – великая вещь, Это место свидания меня и государства, Говорил Велимир Хлебников. С некоторых пор Осипу Мандельштаму Все чаще приходилось вспоминать присказки «Будетлян». Первый вопрос задан исследователям. Как вы думаете, почему вас арестовали? После уклончивого ответа следователь предложил припомнить стихи, Которые могли вызвать арест. Осип Мандельштам последовательно прочел «Волка», «Старый Крым» и «Квартиру». Он еще надеялся, что этим удовольствуются, Любого из этих стихотворений было бы достаточно, Чтобы отправить автора в лагерь. Следователь не знал ни Старого Крыма, ни квартиры, И тут же их записал. Квартиру Осип Мандельштам сообщил без восьми строчек «Наглей комсомольской ячейки» «Ивузовской песни наглей, присевших на школьной скамейке» «Учить щебетать палачей». «Пайковые книги читаю, пеньковые речи ловлю, И грозное баюшки баю, колхозному баю пою». И в этом виде она оказалась в списках Тарасенкова. Затем следователь вынул из папки листок, Дал описание стиху по Сталине и зачитал ряд строк. Осип Мандельштам признал авторство. Следователь потребовал, чтобы Осип Мандельштам прочел стихи. Выслушав, он заметил, что первая строфа в его списке звучит иначе, И прочел свой вариант. «Мы живем под собой, уничуя страны, Наши речи за десять шагов не слышны, Только слышно кремлевского горца, Душегубца и мужикоборца». Осип Мандельштам объяснил, что таков был первый вариант. После этого Осипу Мандельштаму пришлось записать стихи, И следователь положил автограф в папку. Надежда Мандельштам. Воспоминания. Старый Крым Холодная весна, голодный старый Крым, Как был при Врангеле такой же виноватый, Овчарки на дворе, на рубищах заплаты, Такой же серенький кусающийся дым. Все так же хороша, рассеянная даль, Деревья почками набухшие на малость, Стоят, как пришлые, И возбуждает жалость Вчерашней глупостью украшенных миндалей. Природа своего не узнает лица, А те не страшные, украины, кубани, Как в туфлях войлочных голодные крестьяне, Калитку стерегут, не трогая кольца, Май 1933 Старый Крым В одной из ночей после ареста поэта Борису Пастернаку позвонили из Кремля. Горец интересовался, Насколько крупный поэт этот Мандельштан, И если это его друг, Почему же он не бросился заступаться за него В писательскую организацию? «Писательские организации этим не занимаются с 27-го года», Отвечал Борис Леонидович, Не зная, осведомлен ли Сталин о том, Что ему тоже довелось слышать, «Мы живем под собой и не чуя страну». Ведь если слышал, обязан был донести. Вопрос звучал бы тогда таким образом, «Кто твой настоящий друг? Возь народов или этот, Таскующий по мировой культуре?» И выходя из берегов деревья бражники шумели. Заступников двадцатых годов у намада и акмеиста, Помнящего ночное солнце северной столицы, Более не осталось. Любимец партии Николай Иванович Бухарин, Услышав сочиненное Осипом Мандельштамом Про кремлевского борца Непосредственно от главы НКВД Генриха Е. Годы, Тот читал по памяти и не без тайного самолюбования, Двери своего кабинета закрыл перед поэтом навсегда. Он и сам теперь стоял на краю ямы Русскому империализму, Которую рыл с соратниками с 1902 года. Осип Мандельштам как-то пожаловался ему, Что в одном учреждении, Зифи, Не чувствуется здорового советского духа. «А какой дух в других учреждениях?» Спросил Николай Иванович. «Как из хорошей помойной ямы. Смердит». «Вы не знаете, как у нас умеют травить», Другой раз сказал ему Осип Мандельштам. «Это мы-то не знаем», Ахнул Николай Иванович И вместе со своим секретарем и другом Цетлиным Расхохотался. Основное правило эпохи Не замечать реальности. Деятелям полагалось оперировать Только категории желательного И, взобравшись на башню Слоновой кости Это они сидели в ней, а не мы Благосклонно взирать оттуда На копошение человеческих масс. Человек, знавший, Что из кирпичей будущего Не построишь настоящего, Заранее мирился с неизбежным концом И не зарекался от расстрелов. А что ему, собственно, Оставалось сделать? Все мы были готовы к такому концу. Осип Мандельштам, прощаясь с Анной Андреевной, Зимой 37-38 года сказал «Я готов к смерти». Эту фразу в различных вариантах Я слышал от десятков людей. «Я готов ко всему», Сказал мне Эренбург, прощаясь в переднем. Это была эпоха дела врачей И борьбы с космополитизмом, И его черед надвигался. Эпоха следовала за эпохой, А мы всегда были готовы ко всему. Надежда Мандельштам Воспоминания В Петербурге мы сойдемся снова, Словно солнце мы похоронили в нем. И блаженное, бессмысленное слово В первый раз произнесем. В черном бархате советской ночи, В бархате всемирной пустоты Все поют блаженных жен родные очи, Все цветут бессмертные цветы. Дикой кошкой горбится столица, На мосту патруль стоит, Только злой мотор во мгле промчится И кукушкой прокричит. Мне не надо пропуска ночного, Часовых я не боюсь, Заблаженное, бессмысленное слово Я в ночи советской помолюсь. Слышу легкий театральный шорох И девическое «Ах!» И бессмертных роз огромный ворох У киприды на руках. У костра мы греемся от скуки, Может быть, века пройдут, И блаженных жен родные руки Легкий пепел соберут. Где-то грядки красные партера, Пышно взбитый шифоньерке ложь, Заводная кукла офицера, Не для черных душ и низменных святошь. Что ж, гаси, пожалуй, наши свечи В черном бархате всемирной пустоты, Все поют блаженных жен крутые плечи, А ночного солнца не заметишь ты. 25 ноября 1920. Аполлон Аполлонович Аблеухов, Киров, Бухарин Средина жизненных странствий Носителей бриллиантовых знаков От Петербурга Андрея Белого До Ленинграда Осипа Мандельштама Как мальчишка за взрослыми В морщинистую воду, Я, кажется, в грядущее вхожу, И, кажется, его я не увижу. Осип Мандельштейн Планомерность и симметрия Успокоили нервы сенатора, Возбужденные и неровностью жизни домашней И беспомощным кругом вращения Нашего государственного колеса. Гармонической простотой Отличались его вкусы. Более всего он любил прямолинейный проспект. Этот проспект напоминал ему О течении времени между двух жизненных точек И еще об одном. Иные все города представляют собой Деревянную кучу домишек, И разительно от них всех отличается Петербург. Мокрый, скользкий проспект. Там дома сливались кубами В планомерный, пятиэтажный ряд. Этот ряд отличался от линии Жизненной лишь в одном отношении. Не было у этого ряда Ни конца, ни начала. Здесь средина жизненных странств И носителя бриллиантовых знаков Оказалось для скольких сановников Окончанием жизненного пути. Андрей Белый, Петербург Благодаря Бухарину Осип Мандельштам Воочию увидел первое проявление нового, Которое возникало на наших глазах И узнал раньше многих, Откуда ждать угрозы. В 22-м году Осип Мандельштам Хлопотал за своего арестованного Брата Евгения. Тогда-то он в первый раз Обратился к Бухарину. Мы пришли к нему в метрополь. Николай Иванович немедленно Позвонил к Зержинскому И попросил принять Осипа Мандельштама. Свидание состоялось на следующее утро. Осип Мандельштам Вторично вошел в учреждение, Которому Блюмкин предсказал Такую великую будущность, И мог сравнить период Революционного террора И эпоху зарождавшейся Государственности нового типа. Зержинский еще не отступился От старого стиля. Он принял Осипа Мандельштама Запросто и предложил взять Брата на поруки. Это предложение, правда, Было подсказано Бухариным. Сняв телефонную трубку, Зержинский тут же дал Соответствующее распоряжение Следователю. На следующее утро Осип Мандельштам Отправился к следователю И вышел оттуда полный впечатлений. Следователь был в форме При оружии с телохранителями. Распоряжение получено, Сообщил он. Но брата вам на поруки Мы не отдадим. Причина отказа. Нам неудобно будет вас арестовать, Если ваш брат совершит Новое преступление. Из этого Явствовало, Что какое-то преступление Уже было совершено. Новое преступление, Скал вернувшись домой Осип Мандельштам, Из чего они его сделали? Доверчивости у нас не было никакой, И мы испугались, Что Евгению Емельевичу Собирались что-то пришить. Нам пришло в голову, Что свое телефонное распоряжение Дзержинский отдал таким тоном, Который не обязывал Следователя ровно ни к чему. Форма отказа Еще звучала вполне любезно. Вас, мол, не арестуем, Но общий тон, Вся эта помпа, Свооруженная охраной, Таинственности запугиваний, Совершить новое преступление, Все это звучало уже по-новому. Силы, вызванные к жизни Старшим поколением, Выходили из предначертанных им границ. Так созревало наше будущее, Отнюдь не похожее на террор Первых дней революции. Даже фразеология вырабатывалась Новая, государственная. Как не страшен террор Первых дней, Его нельзя сравнить С планомерным массовым уничтожением, Которому мощное государство Нового типа Подвергает своих подданных Согласно законам, Инструкциям, Распоряжениям и разъяснениям, Исходящим от коллегий, Секретариатов, Особых совещаний И просто сверху. Узнав от Осипа Мандельштама О приеме у следователя, Бухарин взбесился. Реакция была настолько бурной, Что мы поразились. А через два дня Он приехал к нам сообщить, Что никакого преступления, Ни старого, ни нового нет, И Евгений Емельевич Будет выпущен через два дня. Эти добавочные дни Понадобились для завершения Оформления дела О несовершенном преступлении. Как объяснить реакцию Бухарина? Ведь и он был сторонником террора, С чего бы тут кипятиться? Взяли мальчишку для стразки студентов, Даже расстрел ему не грозил, Самое рядовое дело. Что же случилось с Николаем Ивановичем? Не почуял ли он новое, Надвигавшееся и угрожавшее всем нам? Не вспомнил ли он гётовскую метлу, Таскавшую воду по приказу ученика-чародея? Не успел ли он уже сообразить, Что ему и его соратникам Уже не удастся остановить Разбуженные ими силы, Как не мог остановить метлу Бедный ученик-чародея? Нет, скорее всего, Николай Иванович просто возмутился, Что какой-то паршивый следователь Сунул нос не в своё дело И не выполнил распоряжение Старших по иерархической лестнице. Надежда Мандельштам Квартира тиха, как бумага, Пустая, без всяких затей, И слышно, как булькает влага По трубам внутри батарей. Имущество в полном порядке, Лягушкой застыл телефон, Видавшие виды монатки На улицу просятся вон. А стены проклятые тонкие, И некуда больше бежать, А я, как дурак на гребёнке, Обязан кому-то играть. Наглей комсомольской ячейки И вузовской песни бойчей, Пересевших на школьной скамейке, Учить щебетать палачей. Байковые книги читаю, Пеньковые речи ловлю, И грозное баюшки баю, Колхозному баю пою. Какой-нибудь изобразитель, Чесатель колхозного льна, Чернила и крови смеситель, Достоин такого рожна. Какой-нибудь честный предатель, Проваренный в чистках, как соль, Жены и детей содержатель, Такую ухлопает мой. И столько мучительной злости Таит в себе каждый намёк, Как будто вколачивал гвозди, Некрасово здесь молоток. Давай же с тобой, как на плахе, За семьдесят лет начинать Тебе, старику и неряхи, Пора сапогами стучать. И вместо ключа и покрены Давнишнего страха струя Ворвётся в халтурные стены Московского злого жилья. Ноябрь 1933-го. Москва. Фурманов переулок. «Почему ты думаешь, Что должна быть счастливой?» Сказал он жене. «Вам нужна свобода, А мне не свобода!» Бросил ему Пастернак, Но всё равно положил жизнь, Переходя поле. В некоторых отношениях Осип Мандельштам и Пастернак Были антиподами, Но антиподы помещаются В противостоящих точках Одного пространства. Их можно соединить линией. У них есть общие черты и определения, Они сосуществуют. Ни один из них не мог бы быть антиподом, Скажем, Федина, Ошанина или Благого. Надежда Мандельштам. Воспоминания. Тот не любит города, Кто не ценит его рубище, Его скромных и жалких адресов, Кто не задыхался на чёрных лестницах, Путаясь в жестянках, Под мяуканье кошек, Кто не заглядывался в каторжном дворе Кутемаса на занозу в Лазуви, На живую животную прелесть аэроплана. Тот не любит города, Кто не знает его мелких привычек, Например, когда пролётка Взбирается на горб Камергерского. Обязательно, покуда лошадь идёт шагом, За вами следуют нищие продавцы цветов. Осип Мандельштам. Холодное лето. Осип Мандельштам, Выслушав подробный отчёт, Остался вполне доволен Пастернаком, Особенно его фразой В писательских организациях, Которые этим не занимаются с 27-го года. Дал точную справку, Смеялся он. Он был недоволен самим фактом разговора. Зачем запутали Пастернака? Я сам должен выпутываться, Он здесь ни при чём. И ещё. Он совершенно прав, Что дело не в мастерстве. Почему Сталин так боится мастерства? Это у него вроде суеверия. Думает, что мы можем на шамане. И, наконец, А стишки верно произвели впечатление, Если он так раструбил про пересмотр. Кстати, Неизвестно, чем бы кончилось, Если бы Пастернак запел Соловьём о мастерстве и мастерах. Может, прикончили бы Осипа Мандельштама, Как Михоэлса. Уж во всяком случае, Приняли бы более жёсткие меры, Чтоб уничтожить рукописи. Я уверен, что они уцелели только Благодаря постоянной брани Лефовских и символистических Современников. Бывший поэт, Бывший эстет, Бывшие стихи, Считая, что Осип Мандельштам Уже уничтожен и растоптан, Что он, как говорили, Уже вчерашний день. Начальство не стало Искать рукописи И затаптывать следы. Они просто сожгли то, Что им попалось в руки И вполне этим удовольствовались. Будь они более высокого мнения О поэтическом наследстве Мандельштама, Ни меня, ни стихов Не осталось бы. Когда-то это называлось Развеять прах по ветру. Надежда Мандельштам. Возьми на радость Из моих ладоней Немного солнца И немного мёда, Как нам велели пчёлы-персифоны, Не отвязать неприкреплённые лодки, Не услыхать в меха Обутой тени, Не превозмочь В дремучей жизни страха. Нам остаются только поцелуи, Мохнатые, как маленькие пчёлы, Что умирают, вылетев из улья. Они шуршат В прозрачных дебрях ночи. Их родина – Дремучий лес тайгета, Их пища – время, Медуница, мята. Возьмишь на радость Дикий мой подарок Невзрачное сухое ожерелье Из мёртвых пчёл, Мёд, превративших в солнце. Ноябрь 1920-го По возвращении из Воронежа Прописаться в своей Кооперативной квартире в Москве Мандельштаму не разрешили. Не разрешили и его супруги. Надежда Яковлевна потеряла прописку, Последовав за ним в чердынь. Чем не доля декабристской жены? Но те хотя бы не знали угрозы Быть арестованными в любой момент. Единственными неизменными спутниками Были стихи. Мы не знали, что стихи такие живучие, Удивлялась впоследствии Анна Ахматова. Стихи совсем не то, что мы думали в молодости. Жил он переводом какого-то бесконечного эпоса, Рассказывала Надежда Мандельштам Об одном из репрессированных советских поэтов. Жил Осип Эмильевич до того странно, До того нелепо, что порой мы говорили, Горосина разводя руками. Ох, у него не все дома. И стучали при этом указательным пальцем по лбу. Как-то где-то Алексей Николаевич Толстой Обронил о нем что-то обидное И не слишком справедливое. Разумеется, добрые друзья Это немедленно передали Мандельштаму, Как полагается, сильно преувеличив. Примерно через неделю, Случайно встретив Толстого, Окажется, в доме Герцена, Осип Эмильевич подошел к своему обидчику, Величаво встал на цыпочки И двумя пальцами правой руки Едва-едва коснулся его щеки, После чего пропел торжественно «Считайте, сударь, Что я дал вам пощечину!» Толстой ничего не понял. По его словам, Эта пощечина напоминала Нежную женскую ласку Или прикосновение бархатной лапки котенка, Спрятавшего в заготки. А Осип Эмильевич искренне был поражен, Как это Толстой не вызывает его на поединок, Хотя бы на рапирах, Которые наш прирожденный дуэлянт Своевременно раздобыл В бутафорской камерного театра. Ожидая секундантов, Мандельштам рьяно тренировался, Фехтуя со своей ржеволосой подругой. Она была поразительна ему под пару, Сочетая в себе парение в эмпиреях С виртуозностью практической мысли. В самом деле, не могла же она лишить своего великого поэта Чашки крепкого черного кофе С четырьмя кусочками пиленого сахара. Умоляю вас, одолжите нам до завтра несколько рублей, Ведь мой осенька без турецкого кофе. И глаза ее наполнялись слезами. Так драматически обращалась она к тем, Кто был настолько богат, Что мог выложить купюрку, Прекрасно зная, что она без отдачи. И замечательный поэт писал, Спасибо тебе, ржеволосая подруга Осипа Емельевича. Описал он все лучше, лучше и лучше. Мне на плечи кидается век волкода, Но не волк я по крови своей. Осип Емельевич все предугадал. Сталин, конечно, и ему кинулся на плечи. Век волкода – это был он. Кинулся, загрыз и замучил до смерти. В ссылках, в концлагерях и каторжных тюрьм. Анатолий Мариенгов, это вам, потомки. Я в львиный ров и в крепость погружен, И опускаюсь ниже, ниже, ниже Под этих звуков ливень дрожжевой, Сильнее льва, мощнее пятикнижья. Как близко, близко твой подходит зов До заповедей, роды и первины, Океанийских низко жемчугов И тайтянок, кроткие корзины, Карающего пенья материк, Густого голоса низинами надвинься, Богатых дочерей дикарско-сладкий Лик не стоит твоего Проматери-низинца. Неограничена еще моя пора, И я сопровождал восторг вселенский, Как вполголосная органная игра Сопровождает гонус женский. 12 февраля 1937-го Воронеж Кочевниками супруги скитались По городам и весям, Ненадолго возвращаясь в столицу, Чтобы получить денежную помощь от друзей, Не отрекшихся после ареста И имевших смелость на интегральные ходы В деле спасения жизни поэта Шкловского, Ишневского, Катаева, Эренбурга, Стенча И немногих других, Чье содействие зачастую оказывалось Через родственников и общих знакомых. Шел 1937-й год. Москва, как всегда, к июле опустела, Поэтому никаких планов спасения Мы не строили, а просто думали, Как бы продержаться до осени. Это тогда Осип Мандельштам заявил, Надо менять профессию, Теперь мы нищие. И он предложил ехать в Ленинград. Надежда Мандельштам Воспоминание Ленинград Я вернулся в мой город, Знакомый до слёз, До прожилок, До детских припухлых желёз. Ты вернулся сюда, Так глотай же скорее Рыбий жир Ленинградских речных фонарей. Узнавай же скорее Декабрьский денёк, Где зловещему дёптю Подмешан желток. Петербург! Я ещё не хочу умирать, У тебя телефонов моих, номера. Петербург! У меня ещё есть адреса, По которым найду Мертвецов голоса. Я на лестнице чёрной живу, И висок ударяет мне Вырванный с мясом звонок. И всю ночь напролёт Жду гостей дорогих, Шевеля кандалами Цепочек дверных. Декабрь 1930-го. Ленинград. Иерусалима ночь И чад небытия Краткий курс истории Социального аутодафе В России двадцатого века Выглядел бы следующим образом. Сначала дворянство, как класс, Прокалило собой всю толщу бытия. Если ж дров в плавильной печи Мало, господи, вот плоть моя! Максимилиан Малышин Затем интеллигенция Запустила механизмы Самоуничтожения. Смело мы в бой пойдём, За власть советов, И как один умрём. После чего Социальная эстафета Самосожжения Была передана Новому Тысячелетию С целью окончательного Раскления села И люмпинизации рабочей силы. Какова причина Этой автоагрессии, Этого духа времени, Запечатлённого поэтом В ёмком образе Века Волкодава? Что это? Страх? Рессентимент? Чад небытия Под занавес Космического цикла? Или попросту Недомыслие? Откуда И возможно ли Такое пережить? Или Автоагрессия Есть окончательный приговор Государственности и цивилизации? Виделся серым Ни один Блок Видела серенькой В эти дни Александра Андреевна Блёкла И прекрасная пара Иль Саша И Люба Кроме того Тётка И мать Блока Вели какие-то счёты С третий Присутствовавший За обедом Сестрой Серёжа Невнятицы Противопоставил Брюсова, Ницше Профессора Соболевского Отмахиваясь И от колпачков И от дурачков Какова ж была его злость Когда в шедевре Идиотизма Слова его Иль в балаганчике Себя узнал мистиком С провалившейся головой Нет, каков он гун Каков клеветник Облегчал душу он Не мы ли его хватали За шиворот Говори Да яснее Яснее Он же В свою чепуху Облёк Нас Нас Факт По мнению многих Соловьёв и Белый Тащили невинного Блока В невнятицу Корень же при Между нами Блок Нас усадил В неразбериху свою Отказавшись Дать объяснение Потом Заявил в письме Что разорвал С лучшими Своими друзьями Свидетельствую В эти дни Не он рвал Отношения С тем Кого называл Лучшим другом С ним рвали Он всё ещё мямлит Серёжу люблю я Он какой-то особенный Правду сказать Припахивали Дворянские роды Припахивали И слова Кто чьё отродье Уродлива философия Рода Преподаваемая Поэмой Возмездие В которой Описан Упадочник Профессор Александр Львович Блок Всякая родовая Мораль Поворот На Содомы Не выродок Ли отравит Кровь Поэта Что там Коваленский У каждого Собственного Добра Довольно В 1905 году Сидя в гнезде Александр Блок С видимым Наслаждением Выслушивал Колкости По адресу Чужого гнезда И Думал я Уничтожить бы Дворянские гнезда Они Клопины и гнезда Скоро я требовал Решительных действ А не только Митингов Протеста От всех тех Кто себя Причислял К интеллигенции Независимо от того Бекетовы Коваленские Блоки Ли они Я должен сказать То, что я Выслушал в шахматове За чайным столом Что потом Дослушивал в дедове А Бекетов Коваленских Видящих Лишь чужие Сучки А не бревна Свои Лишь усиливало Желание Ударить По всем родам Одинаково Андрей Белый Между двух революций Век Век мой Зверь мой Кто сумеет Заглянуть в твои Зрачки И своею кровью Склеит Двух столетий Позвонки Кровь в строительницах Лещет горлом Из земных вещей Захребетник Лишь трепещет На пороге новых дней Тварь Покуда жизнь хватает Донести хребет Должна И невидимым Играет Позвоночником Волна Словно нежный Хрящ ребенка Век младенческой земли Снова в жертву Как ягненка Темя жизни Принесли Чтобы вырвать Век из плена Чтобы новый мир Начать У зловатых дней Колено Нужно флейтою Связать Это век Волну колышет Человеческой Тоской И в траве Гадюка Дышит Мерой Века Золотой И еще Набухнут Почки Брызнет Зелени Побег Но разбит Твой Позвоночник Мой прекрасный Жалкий Век И с бессмысленной Улыбкой Вспять Глядишь Жесток и Слав Словно Зверь Когда-то Гибкий На следы Своих же Лам Кровь В строительницах Лещет Горлом Из земных Вещей И горячей рыбой Мещет В берег Теплый Хрящ Морей И с высокой Сетки Птичьей От лазурных Влажных Глыб Льется Льется Безразличье На смертельный Твой Ушиб 1922 Мандельштам Намад Кочевник От которого Шарахаются Даже стены Московских Домов Потом я поняла Что с Осипом Мандельштамом Дело обстоит Иначе И намадом Его делают Сознательно Надежда Мандельштам Воспоминала Кто делал И как Известно Мерзавцы Лауреаты Сталинских Премий С коммунистическим Приветом Свидетельствовали Как подглядывали В замочную Скважину При составлении Протокола Так Павленко Тайно присутствовал На допросе В 1934 Году Как загоняли Волка В западню Видный Советский Писатель Ставский Урожденный Кирпичников Председатель Союза Советских Писателей В 1936 В 1941 Годах Рисовал Доносу Ежову Воистину Видный Со всех Сторон 16 марта 1938 Уважаемый Николай Иванович В части Писательской Среды Весьма Нервно Обсуждается Вопрос Об Осипе Мандельштаме Как известно За похабные Клеветнические Стихи Антисоветскую Агитацию Осип Мандельштам Был Года Три-четыре Тому Назад Выслан В Воронеж Срок Его высылки Окончился Сейчас Он вместе С женой Живет Под Москвой За пределами Зоны Но на деле Собирают Для него Деньги Делают Из него Страдальца Гениального Поэта Никем Не признанного В защиту Его Открыто Выступали Валентин Катаев Прут И другие Литераторы Выступали Остро С целью Разрядить Обстановку Мандельштаму Была Оказана Материальная Поддержка Через Литфонд Но это Не решает Всего Вопрос О Мандельштаме Вопрос Не только И не столько В нем Авторе Пахабных Клеветнических Стихов О руководстве Партии И всего Советского Народа Вопрос Об отношении К Мандельштаму Группы Видных Советских Писателей Я Обращаюсь К вам Николай Иванович С просьбой Помочь По общему Мнению Товарищей Которых Я просил Знакомиться С ними В частности Товарища Павленко Отзыв Которого Прилагаю Присем Еще раз Прошу Вас Помочь Решить Этот вопрос Об Осипе Мандельштаме С коммунистическим Приветом Ставский В отзыве Павленко Присем Канцелярский Оборот Царской Охранки Столь милый Сердцу И у Муставского Говорилось Я всегда считал Читая Старые Стихи Мандельштама Что Он не поэт А версификатор Холодный Головной Составитель Рифмованных Произведений От Этого Чувства Не могу Отделаться И теперь Читая Его Последние Стихи Они В большинстве Своем Холодны Мертвы В них Нет Даже Того Самого Главного Что На мой Взгляд Делает Поэзию Нет Темперамента Нет Веры В свою Страну Язык Стихов сложен Темен И пахнет Пастернаком Советские Ли Эти стихи Да Конечно Но только В стихах О Сталине Это чувствуется Без обиняков В остальных Жестихах О советском Догадываемся Если бы Передо мной Был поставлен Вопрос Следует ли Печатать Эти стихи Я ответил бы Нет Не следует Из хроники Последних Дней Монтельштаба За гремучую Доблесть Грядущих Веков За высокое Племя Людей Я лишился И чаши На пире Отцов И веселья И чести Своей Мне на плечи Кидается Век Волкодав Но не волк Я по крови Своей Запихай Меня лучше Как шапку В рукав Жаркой Шубы Сибирских Степей Чтоб Не видеть Ни труса Ни хлипкой Грязцы Ни кровавых Костей В колесе Чтоб Сияли Всю ночь Голубые Песцы Мне в своей Первобытной Красе Уведи Меня в ночь Где течёт Енисей И сосна До звезды Достает Потому что Не волк Я по крови Своей И меня Только Равный Убьёт 17-18 Марта 1931 Конец 1932 1935 Своим мерзотным чувством стукача павленки не отличали Ахматову от Пастернака, 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 А каким дерьмом пахнет от самого нюхача, прислушиваться не станем. Лауреат Мательштами В. с супругой в доме отдыха, откуда трудно было убежать, но в двадцати пяти верстах от железной дороги, в глуши без автомобилей и без извозчиков. Как светотени мученик ребрант, я глубоко ушёл в не имеющее время. Мы ходили, как бы просвеченные рентгеновскими лучами. Взаимная слежка – вот основной принцип, которым нами управляли. – Чего бояться, – сказал Сталин, – надо работать. Служащие несли свой имёт директору, секретарю порторганизации и в отдел кадров. Учителя при помощи классного самоуправления, старосты, профорга и комсорга могли выжать масло из любого школьника. Студентам поручалось следить за лектором. Взаимопроникновение тюрьмы и внешнего мира было поставлено на широкую ногу. В любом учреждении, особенно в вузах, служат множество людей, начинающих свою карьеру внутри. Они прошли такую прекрасную выучку, что начальство готово продвигать их в любой области. Уйдя на учёбу, они получают всяческие поощрения по службе и нередко оставляются в аспирантуре. Кроме них связь поддерживается стукачами. И эти, смешавшиеся с толпой служащих, ничем от неё не отличивые, представляют ещё большую опасность. Выслуживаясь, они способны на провокации, чего почти не случается с бывшими служащими органов. Такова была повседневная жизнь, быт, украшенный ночной исповедью соседа о том, как его вызывали туда, чем ему грозили и что предлагали, или предупреждением друзей о том, кого надо и знакомых остерегаться. Всё это происходило в массовом порядке с людьми, за которыми индивидуальные слежки не устанавливались. Каждая семья перебирала своих знакомых, ищая среди них провокаторов, стукачей и предателей. После 1937 года люди перестали встречаться друг с другом, и этим достигались далеко идущие цели органов. Кроме постоянного сбора информации, они добились ослабления связей между людьми, разъединения общества, да ещё втянули в свой круг множество людей, вызывая их от времени до времени, беспокоя, получая от них подписки, а не разглашения. И все эти толпы вызываемых жили под вечным страхом разоблачения и, подобно кадровым служащим органам, были заинтересованы в незыблемости порядка и неприкосновенности архивов, куда попали их имена. Надежда Мандельштам воспоминает. Как облаком сердце одето, и камнем прикинулась плоть, пока назначенье поэта ему не откроет Господь. Какая-то страсть налетела, какая-то тяжесть жива, и признаки требуют тела, и плоти причастны слова. Как женщины жаждут предметы, как ласки заветных имён, но тайные ловит приметы, поэт в темноту погружён. Он ждёт сокровенного знака, на песнь, как на подвиг готов, и дышит таинственность брака в простом сочетании слов. Роза, как и всегда, дополняет и проливает свет на стихи. Надежда Мандельштам Какое наслаждение для повествователя от третьего лица перейти к первому. Это всё равно, что после мелких и неудобных стаканчиков напёрстка вдруг махнуть рукой, сообразить и выпить прямо из-под крана холодной сырой воды. Страх берёт меня за руку и ведёт. Белая нитяная перчатка – Метенко. Я люблю, я уважаю страх. Чуть было не сказал – с ним не страшно. Математики должны были построить для страха шатёр, потому что он координата времени и пространства. Они, как скатанный войлок в киргизской кибитке, участвуют в нём. Страх распрягает лошадей, когда нужно ехать, и посылает нам сны с беспричинно низкими потолками. На побегушках у моего сознания два-три словечка, и вот уже вдруг они мотаются полуосвещённым севастопольским поездом из вагона в вагон, задерживаясь на буферных площадках, где наскакивают друг на друга и расползаются две гремящих сковороды. Железная дорога изменила всё течение, всё построение, весь такт нашей прозы. Она отдала её во власть безмысленному лопотанию французского мужичка из Анны Кореи. Железнодорожная проза, как дамская сумочка этого предсмертного мужичка, полна инструментами сцепщика, – бредовыми частичками, скобяными предлогами, которым место на столе судебных улик развязано от всякой заботы о красоте и округлённости. Осип Мандельштам, Египетская Марка Чтоб приятель и ветра и капель Сохранил их песчанник внутри, Нацарапали множество цапель и бутылок в бутылках зари, Украшался отборной собачины Египтян государственный стыд, Мертвецов наделял всякой всячиной И торчит пустячком пирамид. То ли дело любимец мой кровный И утешительно грешный певец, Ещё слышен твой скрежет зубовный Беззаботного права истец, Размотавший на два завещанья Слабовольных имуществ клубок И в прощанье отдав верщанье мир, Который, как череп глубок, Рядом с готикой жил озоруючий И плевал на паучьи права, Наглый школьник и ангел ворующий, Несравненный Белон Франсуа. Он разбойник небесного клира, Рядом с ним незазорно сидеть, И пред самой кончиною мира Будут жаворонки звенеть. 18 марта 1937 Воронеж Высказаться от первого лица Письменно в стол устно для слушателей, но каких? Случайные – чат небытия, Иные – не случайные, Стучали и стучать будут. Поэт не сомневался, что случайных не бывает, А с тем, кто вышел в доносчики, Уже ничего не попишешь. Потому – Иерусалима ночи. Осип Мандельштам всегда знал, Что его понятия идут вразрез с временем, Против шерсти мира, но после четвертой прозы Это его уже не страшило. В разговоре о Данте и Концоне Он неслучайно заговорил об особом виде зрения Хищных птиц и мертвецов из Дантовой каминьи. Они не различают предметов вблизи, Но способны видеть на огромном радиусе, Будучи слепы к настоящему. Они способны прозревать будущее. Надежда Мандельштам Воспоминания Как люп ненатугой живущий, Столетием считающий год, Рожающий, спящий, орущий, К земле пригвожденный народ. Твое пограничное ухо Все звуки ему хороши, Желтуха, 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 Проклятой горчичной глуши. Октябрь 1930 Тифлис После пятилетнего молчания С 26 до октября 1930 года стихотворения Шли потоком, сплошной массой, Одно за другим, слух обострился, Страх уступил необходимости. Неизбежность сказать с последней прямотой слово Придавала сил прозревать будущее. Я люблю военные бинокли С ростовщическою силой зренья. С нашими довальщиками мы обычно сговаривались О встрече на боковой безлюдной улице, Где, соблюдая полную конспирацию, Неторопливо проходили друг мимо друга, Успев на ходу взять конверт с подаянием. К наборщикам мы забегали в типографию, Когда накануне ни с кем не удавалось Говориться о встрече. С ними Осип Мандельштам познакомился Летом 1935 года, когда мы жили у мышебойца, В доме рядом с типографией Редакции газеты. Он забегал к ним в поисках Слушателей своих свежесочиненных стихов. Особенное стихотворение заканчивалось ночью, Когда только они и бодрствовали. Наборщики встречали его радостно, Но иногда молодые огорошивали оценками Прямо по литературной газете. Зато старшие на них шикали. В период бедствий старики молча Выслушивали стихи, Задерживали Осипа Мандельштама На несколько минут разговором о том о сём, Пока кто-нибудь из них не сбегает в магазин, А затем совали ему в руку пакетик с едой. Получали они гроши и, наверное, Сами еле сводили концы с концами, Но считали, что нельзя оставлять товарища в беде. Такое время. Надежда Мандельштам воспоминания Мавоа Энггер Эфос, Поль Верлен. Мой голос пронзительный и фальшивый, Поль Верлен. Я скажу тебе с последней прямотой, Все лишь бредный, Шерри Брэнди, ангел мой. Там, где Эллину сияла красота, Мне из чёрных дыр зияла срамота. Греки сбондели Елену по волнам, Ну, а мне солёной пеной по губам. По губам меня помажет пустота, Строгий кукиш мне покажет нищета. Поль ли, так ли, дуй ли, вей ли, Все равно, ангел Мэри, пей коктейли, Дуй вино. Я скажу тебе с последней прямотой, Все лишь брэнди, Шерри Брэнди, ангел мой. 2 марта 1931. Москва. Зоологический музей. Имена наборщиков типографии, Где в самые страшные годы Осип Мандельштам находил слушателей помощь, Неизвестны. Кто они – эти Коли, Вани, Пети? Народ. Они не подписывали расстрельные списки И не доносили. Именами их не назовут улицы Ни в Воронеже, ни в Великих Луках, Хотя и они тоже, как товарищ Ставский, И погибли на фронте. В 43-м, будучи фронтовым корреспондентом правды, Ставский возвышался вблизи стреляющей снайперши, И враг поразил их обоих. Ныне имя видного советского писателя Носят три улицы – В Великих Луках, в Пензе И в Мордовской Розаевке. Осип Мандельштаму достоился Индивидуальной слежки одним из первых. Его литературное положение определилось уже к 23-му году, Когда его имя было вычеркнуто Из списков сотрудников всех журналов. А потому и кишели вокруг него стукачи В двадцатых годах. Мы различали несколько разновидностей В этом племени. Легче всего определялись деловые молодые люди С военной выправкой, которые даже не симулировали Интересы к автору, но сразу требовали у него Последних сочинений. Осип Мандельштам обычно пробовал уклониться. У него, мол, нет свободного экземпляра. Молодые люди тотчас предлагали Все переписать на машинке. И для вас экземплярчик сделаем. С одним из таких посетителей Осип Мандельштам долго торговался, Отказываясь выдать волка. Это происходило в 32-м году. Деловитый юноша настаивал, утверждая, Что волк уже широко известен. Не допившись рукописи, он пришел на следующий день И прочел волка наизусть. Доказав таким образом широкую известность стихотворения, Он получил необходимый ему авторский список. Эти стукачи, выполнив очередное задание, Бесследно исчезали. У них было еще одно достоинство. Они всегда спешили И никогда не притворялись гостями. Очевидно, в их функции не входило наблюдение за кругом, То есть за теми, кто нас посещает. Второй вид стукачей – ценители. Чаще всего представители той же профессии – Сослуживцы, соседи. В ведомственных домах сосед всегда бывает и сослуживцем. Эти являлись без телефонного звонка, Не сговорившись, как снег на голову. Так сказать, на огонек. Они сидели подолгу, вели профессиональный разговор, Занимались мелкими провокациями. Принимая такого стукача, Осип Мандельштам всегда требовал, Чтобы я подала чаю. Человек работает, Нужно чаю, Чтобы втереться в дом, Они прибегали к мелким хитростям. Саргиджан, Он же Бородин, Заявился к нам в первый раз С рассказами о Востоке. По происхождению он, Мол, из Средней Азии И сам учился в Медресе. В доказательство своей восточности Он притащил небольшую статуэтку Ярмарочного Будды. Будда служил доказательством, Что Бородин, он же Саргиджан, Знаток Востока и настоящий ценитель искусства. Как сочетался Будда с магометанством в Медресе, Мы так и не выяснили. Вскоре Саргиджана прорвало, И он наскандален. А вакансия при Осипе Мандельштаме Очевидно освободилась, Потому что незвано-негаданно Пришел другой сосед И для первого знакомства Притащил точно такого же Будду. На этот раз Осип Мандельштам взбесился. Опять Будда? Хватит! Пусть придумают что-нибудь другое! И выгнал неудачного заместителя. Чаю он не получил. Надежда Мандельштам – воспоминания. Там, где купальни бумагопредильни И широчайшие зеленые сады, На реке Москве есть светоговорильня С гребешками отдыха, культуры и воды. Эта слабогрудая речная волокита, Скучные и нескучные, как холва холмы, Эти судоходные марки и открытки, На которых носимся и несёмся мы. У реки Оки вывернута века, Оттого-то и на Москве ветерок, У сестрицы Клязьбы загнулась ресница, Оттого на Яузе утка плывёт. На Москве реке почтовым пахнет клеем, Там играют шуберта в раструбы рупоро, Вода на булавках и воздух нежнее, Лягушиной кожи воздушных шаров. Май 1932 В мыслях, как прожить ещё одну ночь, В Петербурге жить, словно спать в гробу, В Москве черёмухи до телефоны И казнями так имениты дни. О, город ящериц, в котором нет души! Помоги Господь прожить эту ночь, Ещё не умер ты, ещё ты не один. Третья и самая опасная разновидность Называлась у нас адъютанты. Это литературные мальчики. В академической среде аспиранты С самым активным отношением к стихам, Знавшие наизусть всё на свете. Чаще всего они впервые приходили С самыми чистыми намерениями, А потом их завербовывали. Некоторые из них открыто признавались Осипу Мандельштаму. Так бывало и с Анной Андреевной, Что их вызывают и спрашивают. После таких признаний они обычно исчезали. Другие тоже вдруг, ничего не объясняя, Прекращали к нам ходить. Иногда через много лет я узнавала, Что с ними произошло, то есть как их вызывали. Так было с Эл, о котором я узнала От Анны Андреевны. Он не решился прийти к ней в Ленинграде И нашёл её в Москве. Вы не представляете себе, Как вы просвечены, – сказал он. Обидно, когда вдруг таинственно исчезает Человек, с которым завязалась дружба, Но, к несчастью, единственное, Что могли сделать честные люди – Это исчезнуть. Иначе говоря, отказаться от звания адъютанта. А тютанты же – это те, кто служил двум богам сразу. Любви к стихам они не теряли, Но помнили, что сами они – Тоже литераторы и поэты, И пора уже напечататься, И как-то пристроиться в жизни. Именно этим их обычно соблазняли. И, действительно, близость, дружба, Любые отношения с Мандельштамом или Ахматовой Никакого пути в литературу не приоткрывали. Зато чистосердечный рассказ о каком-нибудь Невиннейшем, конечно, разговоре, Который велся у нас вечером, И адъютанту помогут проникнуть На заветные страницы журналов. В какой-то критический момент Литературный юноша сдавался, И у него начиналась двойная жизнь. Существовали, наконец, И настоящие любители зла, Находившие вкус в своем двойственном положении. Среди них есть даже знаменитости, Как, например, Эльсберг. Вот это, несомненно, Крупная фигура в своей области. Работал он в другом кругу, И я о нем только слышала, Но однажды, прочитав заголовок его статьи «Моральный опыт советской эпохи», Поняла всю изощренность этого человека. Статья эта появилась в тот момент, Когда ждали публичного разоблачения автора. И своим заголовком и темой Он как бы сообщал читателю, Что ему ничего не грозит, Как настоящему знатоку моральных норм нашей эпохи. Разоблачения все-таки последовали. Хотя и не скоро, Но даже такой ничтожной санкции, Как изгнание из союза писателей, К нему применить не удалось. Он не потерял ничего, Даже преданности своих аспирантов. Характерная черта Эльсберга. Отправив в ссылку своего друга Штейнберга, Он продолжал навещать его жену И давать ей советы. Женщина, уже знавшая о роли Эльсберга, Боялась выдать свое бешенство. Разоблачать стукачей у нас не полагалось, За это можно было жестоко поплатиться. Когда Штейнберг вернулся после двадцатого съезда, Эльсберг встретил его корзиной цветов, Поздравлениями и рукопожатием. Надежда Мандельштам. Воспоминания. Карташову Среди священников, левитом молодым, На страже утренней он долго оставался, Ночь иудейская сгущалась над ним, И храм разрушенный угрюмо созидался. Он говорил, не без тревожна желтизна, Уж над гефратом ночь, бегите, иереи! А старцы думали, не наша в том вина, Все черно-желтый цвет, все радость иудей. Он с нами был, когда на берегу ручья Мы в драгоценный лен субботу пеленали И семисвешникам тяжелым освещали Иерусалима ночь и чад небытия. 1917. «Партия – это перевернутая церковь, Основанная на обожествлении человека», – Исповедовал Осип Мандельштам. «Мы жили среди людей, исчезавших на тот свет, В ссылке в лагеря в преисподнюю, И среди тех, кто отправлял В ссылке в лагеря на тот свет в преисподнюю», Надежда Мандельштам. «Были мы люди, а стали людьё», – Осип Мандельштам. Как я заметил, в рабочих семьях В то суровое время разговаривали Гораздо более прямо и открыто, чем в интеллигентстве. После московских недомолвок И судорожных оправданий террора Мы терялись, слыша беспощадные слова наших хозяев. Нас ведь научили молчать, И Татьяна Васильевна на какую-нибудь уклончивую реплику Осипа Мандельштама говорила, Жалостью глядя на него, «Ничего не поделаешь, все мы пуганные». Уже отцы и деды наших хозяев Работали на заводах. Татьяна Васильевна не без гордости объясняла, «Мы потомственные пролетарии». Она помнила политических агитаторов, Которых ей приходилось в царские времена Прятать у себя в доме. Говорили одно, а что вышло? К процессам оба относились с полным осуждением. «Нашим именем какие дела творятся?» Говорил хозяин с отвращением отбрасывая газету. «Их борьба за власть». Вот как он понимал происходящее. Что все это называлось диктатурой рабочего класса, Приводило обоих в ярость. «Заморочили вам голову нашим классам» Или «Власть, говорят, за нашим классом, А пойди сунься, покажут тебе твой класс». Я изложила старикам теорию о том, Что классами руководят партии, А партиями вожди. «Удобно», – сказал старик. У обоих было понятие пролетарской совести, От которого они не желали отказываться. Надежда Мандельштам. Люблю под сводами седые тишины, Молебнов, панихид, блужданье, И трогательный чин им уже все должны У Исаак отпеванье. Люблю священника неторопливый шаг, Широкий вынос плащаницы И в ветхом неводе генесаретский мрак, Великопостные седмицы, Ветхозаветный дым на тёплых алтарях И Иерея возглас сирый, Смиренник царственный, Снег чистый на плечах И одичалые порфиры. Соборы вечные Софии и Петра, Амбары воздуха и света, Зернохранилища вселенского добра И риги нового завета. Не к вам влечётся дух В годины тяжких бед. Суда влачиться по ступеням Широкопасмурным несчастья волчий след Ему вовеки не изменит. За не свободен раб, Преодолевший страх, И сохранилась свыше меры В прокладных житницах В глубоких закромах Зерновой убокой, Полной веры. 1925 Направление в Саматихово, Профсоюзную здравницу в Дальнем Подмосковье, Было выдано Ставским в конце февраля, Пока не решится вопрос. В начале марта супруги прибыли На станцию Чайрусти, Где их уже ждали розовыми с овчинами, Чтобы не замёрзнуть. Всё шло как по маслу. Отсутствие неувязок Наводило на мысль, Что их принимают Как почётных гостей. 13 апреля 1938 Письмо Ставского-Ежову Было зарегистрировано В 4 отделе Главного управления госбезопасности. Основываясь на доносе, Начальник 9 отделения 4 отдела ГУГБ Товарищ Юревич Составил справку. На неё легли три резолюции. Товарищ Фриновский Прошу санкцию на арест Зурбенко Арест согласован с товарищем Рогинским Арестовать Фриновский 29 апреля 1938 года Смертоубийственная промышленность Всегда самая передовая Фридрих Андрис Недалеко до Смирны и Багдада, Но трудно плыть, А звёзды всюду те же. В те дни, когда решалась участь Клычкова и Васильева, Мы с Осипом Мандельштамом, Ожидая поезда на станции Савёлова, Случайно достали газету и прочли, Что смертная казнь отменяется, Но сроки заключения Увеличиваются до двадцати лет. Осип Мандельштам сначала обрадовался, Казни всегда вызывали у него ужас, А потом сообразил, в чём дело. Как они, вероятно, там убивают, Если им понадобилось Отменять смертную казнь, Сказал он. В тридцать седьмом году Нам стало ясно, Что людей отбирают Для уничтожения по принципу Треба или нетреба. Одежда Мандельштам Воспоминания На мёртвых ресницах Исаакий замёрз, И барские улицы синие, Шарманщик о смерти И медведицы ворс, И чужие полени в камине. Уже выгоняет выжилятник пожар Линеек раскидистых стайку, Несётся земля, Ублерованный шар, И зеркало корчит всезнайку. Площадками лестниц Разлатый туман, Дыханье, дыханье и пенье, И шуберта в шубе Застыл талисман. Движенье, движенье, движенье. 3 июня 1935-го. Воронеж. Поэта арестовали в Саматихе В ночь с 1 на 2 мая. Провожать мужа до станции Надежде Яковлени не позволили. И мне дали даже проститься. Не у меня, не у тебя. У них вся сила окончания родовых. 9 мая из внутренней тюрмы НКВД Осип Мандельштам был переведён в Бутырку. 20 июля подписано обвинительное заключение в антисоветской агитации по статье 58.10 УК РСФСР. Особое совещание при НКВД СССР приговорило поэта к 5 годам исправительно-трудовых лагерей. Что же касается до сталинского террора, то мы всегда понимали, что он может ослабеть или усилиться, но кончиться не может. Зачем ему было кончаться? С какой стати? Все люди заняты, все делают своё дело, все улыбаются, все беспрекословно исполняют приказания и снова улыбаются. Отсутствие улыбки означает страх или неудовольствие, а в этом никто не смел признаться. Если человек боится, значит за ним что-то есть, совесть нечиста. Каждый, находившийся на государственной службе, а у нас каждый ларёшник, чиновник, да ещё ответственный, ходит весёлым добрячком. То, что происходит, мне не касается. У меня ответственная работа, и я занят по горлу. Я приношу пользу государству, не беспокойте меня. Я чист, как стёклышко. Если соседа взяли, значит, было за что. Маска снималась только дома, да и то не всегда. Ведь и от детей надо было скрывать свой ужас. Не дай бог, в школе проболтаются. Многие так приспособились к террору, что научились извлекать из него выгоду. Спихнуть соседа и занять его площадь или служебный стол – дело вполне естественное. Но маска предполагает только улыбку, а не смех. Веселье тоже казалось подозрительным и вызывало повышенный интерес соседей. Чего они там смеются? Может, издеваются? Простая веселость ушла, и её уже не вернуть. Надежда Мандельштам. Воспоминания Эта ночь непоправима, А у вас ещё светло. У ворот Иерусалима солнце чёрное взошло, Солнце жёлтое страшнее, Баю, баюшки, баю, В светлом храме иудеи Хоронили мать мою. Благодати не имея, И священства лишены, В светлом храме иудеи Отпевали прах жены, И над матерью звенели Голоса израильтян. Я проснулся в колыбелье Чёрным солнцем осиял. 1916. 8 сентября 1938 года заключённого Мандельштама этапировали на Дальний Восток. 27 декабря он скончался в пересыльном лагере под Владивостоком. Есть свидетельство, что тело поэта пролежало непогребённым до самой весны, Пока весь зимний штабель Умерших от собственного тифа Не был закопан в братской могиле. Дано мне тело, Что мне делать с ним? Страшно подумать, что наша жизнь – Это повесть без фабулы и героя, Сделанная из пустоты и стекла, Из горячего лепета одних отступлений, Из петербургского инфлуэнсного бреда. Прозовопёрстая Аврора обломала свои цветные карандаши, Теперь они валяются, как птенчики с пустыми разинутыми клювами. Между тем во всём решительном не чудится Задаток любимого прозаического бреда. Знакомо ли вам это состояние, Когда у всех вещей словно жар, Когда все они радостно возбуждены и больны, Рогатки на улице, шелушенья афиш, Рояли, толпящиеся в депо, Как умное стадо без вожака, Рождённая для сонатных беспамятств И в кипячёной воды. Тогда, признаться, я не выдерживаю карантина И смело шагаю, разбив термометры По заразному лабиринту, Обвешанные предаточными предложениями, Как весёлыми случайными покупками, И летят в подставленный мешок Поджаристые жаворонки, Наивные, как пластика первых веков христианства. И калач, обыкновенный калач, Уже не скрывает от меня, Что он задуман пекарем, Как российская лира Из безгласного теста. Осип Мандельштам, Египетская марка Куда, как страшно нам с тобой, Товарищ большой ротой мой, Ох, как крошится наш табак, Щелкунчик, дружок, дурак! А мог бы жизнь просвистать скворцом, Заесть ореховым пирогом? Да видно нельзя никак. Октябрь 1930 Всех живущих прижизненный друг Квинтэссенция судеб еврейства, А вместе с ним других, Больших и малых европейских народов И социальных групп, Звучат слова Надежды Мандельштама. Как мы метались в двадцатом веке, Зажатые между Гитлером и Сталином? Долго ли еще нам ходить по гроба, Как по грибы деревенская девка? Вопрошал Осип Мандельштам В ноябре тридцатого, Накануне массовых гекатом, Принесенных диктаторскими режимами. Метались евреи, русские эмигранты, Немецкие коммунисты, Жители Словакии, Чехии, Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, Тысячи, миллионы. Какими детскими шалостями Предстали тогда перипетии Рыночного капитализма? Кредиты, клерки, адвокаты, Конторы, банкротства, Домби и сын. Когда пронзительнее свиста Я слышу английский язык, Я вижу Оливера Твиста Над кипами конторских книг. У Чарльза Диккенса спросите, Что было в Лондоне тогда, Контора Домби в Старом Сити И Темзы желтая вода. Дожди и слезы, Белокурый и нежный мальчик, Домби сын, Веселых клерков каламбуры Не понимает он один. В конторе сломанные стулья, На шиллинге и пенсы счет, Как пчелы, вылетев из улья, Роятся цифры круглый год. А грязных адвокатов жало Работает в табачной мгле, И вот как старое мочало Банкрот болтается в петле. На стороне врагов законы Ему ничем нельзя помочь, И клетчатые панталоны Рыдая обнимает дочь. 1913 Оглядываясь на весь девятнадцатый век Русской культуры, Разбившийся, конченный, неповторимый, Которого никто не смеет И не должен повторять, Я хочу окликнуть столетие, Как устойчивую погоду, И вижу в нем единство непомерной стужи, Спаявшей десятилетия в один денек, В одну ночку, в глубокую зиму, Где страшная государственность, Как печь, пышущая льдом. И в этот зимний период русской истории Литература в целом и в общем Представляется в ней, Как нечто барственное, Смущающее меня. Стрепетом приподнимаю пленку Вощеной бумаги, Над зимней шапкой писателя. В этом никто не повинен, И нечего здесь стыдиться. Нельзя зверю стыдиться Пушной своей шкуры. Ночь его опушила, Зима его одела, Литература зверь, Скорняк, ночь и зима. Осип Мандельштам. Шум в рим. Мы пережили такой кризис гуманизма Девятнадцатого века, Когда рухнули все его этические ценности, Потому что они были обоснованы Только нуждами и желаниями человека, Или попросту его стремление к счастью. Зато двадцатый век продемонстрировал нам Со школьной наглядностью И то, что зло обладает огромной силой Самоуничтожения. В своем развитии оно неизбежно доходит До абсурда и самоубийства. К несчастью, мы еще не поняли, Что зло, самоуничтожаясь, Может уничтожить всякую жизнь на земле, И об этом не следовало бы забывать. Впрочем, сколько бы ни кричали люди Об этих простых истинах, Их услышат только те, Кто сами не хотят зла. Ведь все уже было и кончалось И начиналось снова, Но всегда с новой силой И с большим охватом. К счастью, я уже не увижу, Что готовит нам будущее. Надежда Мандельштан. Воспоминания. Петербургские строфы Николаю Гумилёву Над желтизной правительственных зданий Кружилась долгомутная метель, И правовед опять садится в сани, Широким жестом запахнув шинель. Зимуют пароходы, На припёке зажглось Кают из толстое стекло. Чудовищно, как броненосец в доке, Россия отдыхает тяжело. А над Невой – посольство полумира, Адмиралтейство, солнце, тишина, И государство жёсткое порфира, Как лосеница грубая, бедна. Тяжка обуза северного сноба, Онегина старинная тоска, На площади сената вал сугроба, Дымок костра и холодок штыка. Черпали воду ялики, И чайки морские посещали Склад пеньки, Где, продавая сбитень или сайки, Лишь оперные бродят мужики. Летит в туман моторов вереница, Самолюбивый и скромный пешеход, Чудак Евгений бедность стыдится, Бензин вдыхает и судьбу клянёт. Январь 1913-1927 В естественно-исторической цепи событий Мало что предстаёт оправданным и законным. Не от недостатка исторического анализа, От недостатка права. Мне кажется, как всякое другое, В это время незаконное. Осознавались две линии дум Об общей всем тюрьме. Как бежать из неё индивидуально? Ответ – самосознание. Как разрушить её социально? Ответ – революция всех условий жизни. Во мне подымался вопрос – В чём же пересекаются эти два пути, И есть ли в пересечении их третий? Но было нужно получить опыт того, Как и с прекрасным намерением Садятся в лужу. Знать лужи надо. В лужу же садиться – невкусно. Я сел, посидел, посидел и встал. Но пока я сидел, мне казалось, Что жизнь моя кончена. Кончен же был лишь малый отрезок Большой диалектики лет. Но на малом отрезке Уже нащупывалась огромность узнания. Всё становящееся вставшим – труд. В миг остановки я виделся трупом себе. Пережив свою смерть, понял Гёте В его штрип и верде – умри и будь. Андрей Белый. Начало века И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме, И Гёте, свищущий на вьющейся тропе, И Гамлет, мысливший пугливыми шагами, Считали пульс толпы и верили толпе. Быть может, прежде губ уже родился шёпот, И в бездревесности и кружились алисты, И те, кому мы посвящаем опыт, До опыта приобрели черты. Ноябрь 1933, январь 1934 Андрей Белый – болезненное и отрицательное явление В жизни русского языка только потому, Что он нещадно и бесцеремонно гоняет слово, Сообразуясь исключительно с темпераментом Своего спекулятивного мышления. Захлёбываясь в изощрённом многословии, Он не может пожертвовать ни одним оттенком, Ни одним изломом своей капризной мысли И взрывает мосты, по которым ему лень перейти. В результате после мгновенного фейерверка Куча щебня, унылая картина разрушения, Вместо полноты жизни, органической целости И деятельного равновесия. Осип Мандельштам. О природе слова. Андрей Белый – вершина русской психологической прозы. Он воспарил с изумительной силой, Но только довершил крылатыми и разнообразными приёмами Топорную работу своих предшественников, Так называемых билетристов. Осип Мандельштам. Литературная Москва. Рождение фабул. Василиса Шкловская мне сказала, Что из всех людей, которых она знала, Наибольшее впечатление на неё произвёл Белый. Я понимаю её. Казалось, он весь пронизан светом. Таких светящихся людей я больше не встречала. Было ли это впечатление от его глаз Или от непрерывно бьющейся мысли, Сказать нельзя, но он заряжал каждого, Кто к нему приближался, Каким-то интеллектуальным электричеством. Его присутствие, его взгляд, его голос Оплодотворяли мышление, Ускоряли пульсацию. У меня осталось впечатление бестелесности, Электрического заряда, Материализованной грозы, чудо. Это был уже идущий к концу человек, Собиравший когтябельскую гальку И осенние листья, Чтобы складывать из них сложные узоры. И под чёрным зонтиком, Бродивший по когтябельскому пляжу С маленькой, умной, когда-то хорошенькой Женой. Презиравший всех непосвященных В её сложный антропосовский мир. Символисты были великими Обольстителями и ловцами Человеческих душ, и Белый Раскидывал свои сети, как другие. Однажды он поймал меня И долго пересказывал теорию стиха, Изложенную в его символизме. Осип Мандельштам, смеясь, Сказал ему, что все мы на этом Воспитывались, а я, в частности, Его читательница. Было это, конечно, преувеличением, Но я не возражала, потому что Белый, Которого мы считали исключительно Избалованным и окружённым Почти культовым преклонением, Вдруг обрадовался новой читательнице И просиял. Видно, и он В те годы уже остро ощущал Безлюдие и одиночество. Чувствовал себя отвергнутым и непрочтённым. Ведь судьба его читателей и друзей Была очень горькой. Он только и делал, что провожал ссылки И встречал тех, кто возвращался, Отбыв срок. Его самого не трогали, Но вокруг вычищали всех. Надежда Мандельштам О вспоминаниях Памяти Андрея Белого Голубые глаза И горячая лобная кость. Мировая манила тебя молодящая злость, И за то, что тебе суждена была чудная власть, Положили тебя никогда не судить и не клясть. На тебя надевали тиару, Уродок алпак. Бирюзовый учитель, Мучитель, Властитель, Дурак, Как снежок на Москве Заводил кавардак Гоголёк. Непонятен, Понятен, Немнятен, Запутан ли Гог? Собиратель пространства, Экзамен, Издавший птенец, Сочинитель, Щеглёнок, Студентик, Студент, Губенец, Конькобежицы, Первенец, Веком гонимый Взошей, Подморозную пыль, Образуемых вновь Подежей, Часто пишется казнь, Читается правильно песнь, Может быть, простота, Уязвимая смертью болезнь? Прямизна нашей речи Не только пугач для детей, Не бумажные действи, А вести спасают людей. Как стрекозы садятся, Не чуя воды, В камыши, Налетели на мёртвого Жирные карандаши, На коленях держали Для славных потомков листы, Рисовали, Просили прощенья У каждой черты. Меж тобой и страной ледяная Рождается связь, Так лежи, молодей, И лежи, Бесконечно примясь, Да не спросят тебя молодые, Грядущие, Те, Каково тебе там, В пустоте, В чистоте, В сироте. 10.11.1934. Москва. Россия некогда спасла Европейскую христианскую культуру От татар, Сейчас она спасает Ее от рационализма И его следствия, В воле к злу, И это стоило ей больших жертв. Могу ли я поверить, Что они были бесплодны? Надежда Мандельштейн. В Европе холодно, В Италии темно, Власть отвратительна, Как руки брадобрея, Осип Мандельштейн. У нас такие исковерканные правовые представления, Мы так одичали и такими полубезумными глазами смотрим на мир, Что между познавшим и еще не познавшим в сущности не может быть никакого контакта. В тот памятный год я уже кое-что понимал, но еще недостаточно. Костерянша утверждала, Что их всех совершенно незаконно держат в ссылке. Вот она, например, к моменту ареста уже отошла от работы в своей партии, И когда ее забрали, являлась частным лицом, и они это знали. А я, дикарка или одичавшая от всего, Что мне вливали в уши, не понимала ее довода, Если она сама признает, что принадлежала к разбитой партии, Почему ж она обижается, что ее держат в ссылке? По нашим нормам так и полагается. Так я тогда думала. Наши нормы, как я полагала, ужасны, жестоки, но такова реальность, И сильная власть не может терпеть явных, хотя бы не действующих, Но все же потенциально активных противников. Государственной пропаганде я поддавалась очень туго, Но все же им не успели внушить дикарские правовые идеи. А Нарбут, например, оказался еще более восприимчивым учеником нового права. С его точки зрения нельзя было не сослать Осипа Мандельштама. Должно уже государство защищаться. Что же будет иначе, ты пойми. Я не возражала. Стоило ли спорить и объяснять, Что ненапечатанные и непрочитанные на собрании стихи Равно сильны мысли, а за мысль ссылать нельзя. Только собственное несчастье раскрывало нам глаза И делало нас чуточку похожими на людей. Да и то не сразу. Мы некогда испугались хаоса, И вдруг все сразу взмолились о сильной власти, о мощной руке, Чтобы она загнала в русло все взбаламученные людские потоки. Этот страх, самая, пожалуй, стойкая из наших чувств, Мы не оправились от него и поныне, И он передается по наследству. Каждому и старым, видевшим революцию, И молодым, который еще ничего не знает, Кажется, что именно он станет Первой жертвой разбушевавшейся толпы. Услыхав вечно повторяющиеся «Нас первых повесят на столбе», Я вспоминаю слова Герцена про интеллигенцию, Которая так боится народа, что готова ходить связанной, Лишь бы с него не сняли пут. Дано мне тело, что мне делать с ним, Таким единым и таким моим? За радость тихую дышать и жить, Кого, скажите, мне, благодари? Я и садовник, я же и цветок, В темнице мира я не одинок, На стекла вечности уже легло, Моё дыхание, моё тепло. Запечатлеется на нём узор, Неузнаваемый с недавних пор. Пускай мгновение стекает муть, Узора мило не зачеркнуть. 1909. Недавно человек другой судьбы, Пожилой и многоиспытавший, Активно воровшийся за новое, Но не у нас и потому сохранивший Чувство ответственности за свершившееся, Признался. Раз в жизни мы захотели Осчастливить народ И никогда себе этого не простим. Надежда Мандрештан О, если проспахнуть, да как нельзя, Скорее, на Адриатику широкое окно. Выровнять ход истории, Уничтожить ухабы на её пути, Чтобы не стало никаких неожиданностей, А всё текло гладко и планомерно. Вот чего мы хотели. И эта мечта психологически подготовила Появление мудрецов, определяющих наши пути. А раз они есть, мы уже больше не решались Действовать без руководства И ждали прямых указаний и точных рецептов. Ведь лучшего рецептурного списка Ни я, ни ты, ни он составить не можем, Значит, нужно благодарить за тот, Что нам предложен сверху. Отважиться мы можем только на совет В каком-нибудь частом случае. Нельзя ли, например, разрешить Различные стили при выполнении Социального заказа в искусстве? Очень хотелось бы. Слепцы, мы сами боролись за единомыслие, Потому что в каждом разногласии, Каждом особом мнении нам снова чудились Анархии и неодолимый хаос. И мы сами помогали, Молчанием или одобрением, Сильной власти набирать силу И защищаться от хулителей Какой-нибудь костелянши, Поэта или болтуна. Так мы жили, культивируя Свою неполноценность, Пока на собственной шкуре не убеждались В непрочности своего благополучия. Только на собственной шкуре, Потому что чужому опыту мы не верим. Мы действительно стали неполноценными И ответственности не подлежим. А спасают нас только чудеса. Надежда Мандельштам. Воспоминания Только детские книги читать, Только детские думы лелеять, Все большое далеко развеять, Из глубокой печали восстать. Я от жизни смертельно устал, Ничего от нее не приемлю, Но люблю мою бедную землю От того, что иной не видал. Я качался в далеком саду, На простой деревянной качели, И высокие темные ели Вспоминаю в туманную бреду. 1908. Что за стихотворение? Что за аллогизм? Построено как попало. Полно общих мест, банальностей И легко предсказуемых параллелей. Фрагментарно, казалось бы, Из рук вон плохо сочинено. Но оно удивительное. У него есть свой голос и свет, Какой может быть у ангела, Гения места, Хранителя родного угла на земле. У кого из нас в разное время Не возникало схожее желание Перечесть детские книги И остаться навек С этим розовым флёром Книжного детства. Ничего большого, Никакой усталости, Только сад, качель, Туманный бред. Только детские книги читать. Потому что с ними, Как с Мандельштамом, Всегда и везде дома. Тем более, Если держать путь От молодых еще воронежских холмов К всечеловеческим, Яснеющим в Тоскане. В десятые годы Мы, естественно, Всюду встречались В редакциях, У знакомых, На пятницах, В гипербореи, То есть у Лозинского, В бродячей собаке, Где он, между прочим, Представил мне Маяковского. Как-то раз собаке, Когда все ужинали Гремели посудой, Маяковский вздумал Читать стихи. Осип Емельевич Подошел к нему И сказал, «Маяковский, Перестаньте читать стихи! Вы не румынский оркестр!» Это было при мне 12-13 год. Остроумный Маяковский Не нашелся, Что ответить, О чем очень потешно Рассказывал Харджиеву В тридцатые годы. В академии стиха Общества ревнителей Художественного слова, Где царил Вячеслав Иванов, И на враждебных Этой академии Собраниях цеха поэтов, Где Мандельштам Очень скоро стал Первый скрип. Тогда же он написал Таинственное И не очень удачное Стихотворение Про черного ангела На снегу. Надя утверждает, Что оно относится ко мне. С этим черным ангелом Дело обстоит, мне думается, Довольно сложно. Стихотворение Для тогдашнего Мандельштама Слабое и невнятное. Оно, кажется, Никогда не было напечатано. По-видимому, Это результат бесед С Шелейкой, Который тогда Нечто подобное Говорил обо мне. Но Осип тогда Еще не умел Его выражение Писать стихи Женщине и о женщине. Черный ангел Вероятно первая проба, И этим объясняется Его близость К моим строчкам. Черных ангелов Крылья остры, Скоро будет Последний суд И малиновые костры, Словно розы Снегу Простой. Мне эти стихи Мандельштам Никогда не читал. Известно, Что беседы с Шелейкой Вдохновили его На стихотворение Египтяне. Гумилев Рано и хорошо Оценил Мандельштама. Они познакомились В Париже. Смотри, Конец стихотворения Осипа о Гумилеве. Там говорилось, Что Николай Степанович Был напудрен И в цилиндре. Но в Петербурге Акмист мне ближе, Чем романтический Пьеро В Париже. Символисты Никогда его не приняли. Приезжал Осип Эмильевич В Царское. Когда он влюблялся, Что происходило Довольно часто, Я несколько раз Была его Конфиденткой. Первой на моей памяти Была Анна Михайловна Зельманова-Чудовская, Красавица-художница. Она написала Его портрет На синем фоне С закинутой головой На Алексеевской улице. Анне Михайловне Он стихов не писал, На что сам горько жаловался И еще не умел Писать любовные стихи. Второй была Цветаева, Которой были обращены Крымские и московские стихи. Третий – Соломея Андроникова, Андреева, Теперь Гальпер, Которую Мандельштам Обессмертил в книге Тристия. Когда Соломенко Я помню эту великолепную Спальню Соломея На Васильевском острове. Анна Ахматова, Мандельштам Невыразимая печаль Открыла два огромных глаза, Цветочная проснулась ваза И выплеснула свой хрусталь. Вся комната напоена Истомой, Сладкое лекарство, Такое маленькое царство Так много поглотило сна. Немного красного вина, Немного солнечного мая И тоненький бисквит ломая Тончайших пальцев Белизна. Май 1909 Он опыт из лепета лепет, И лепет из опыта пьет, Осип Мандельштам. Такова судьба. Каждый, с кем Осип Мандельштам Мог говорить, Неизбежно погибал, Надежда Мандельштама. Где больше неба мне, Там я бродить готов, Осип Мандельштам. Кто так ставил голову Мандельштаму? Он ходит как царь, Анастасия Цветая. Особенно часто я встречалась с Мандельштамом в 17-18 годах, Когда жила на Выборгской у Срезневских, Не в сумасшедшем доме, А на квартире старшего врача Вячеслава Вячеславовича Срезневского, Мужа моей подруги Валерии Сергеева. Мандельштам часто заходил за мной, И мы ездили на извозчики По невероятным ухабам революционной зимы, Среди знаменитых костров, Которые горели чуть ли не до мая, Слушая неизвестно откуда Несущуюся ружейную трескотню. Так мы ездили на выступления В Академию художеств, Где происходили вечера в пользу раненых И где мы оба несколько раз выступали. Был со мной Осип Емельевич И на концерте Бутома Названовой В консерватории. Где она пела Шуберта К этому времени относятся все Обращенные ко мне стихи. Я не искал в цветущие мгновения Декабрь 17-го года. Кроме того, ко мне в разное время Обращены четыре четверостишие. Вы хотите быть игрушечной Одиннадцатый год. Черты лица искажены Десятые годы. Привыкают к пчеловоду пчелы Тридцатые годы. Знакомство нашего на склоне Тридцатые годы. Ко мне относятся странные, Отчасти сбывшиеся предсказания. Когда-нибудь в столице шалой, Когда-нибудь в столице шалой На диком празднике у берега Невы, Под звуки омерзительного бала Сорвут платок с прекрасной головы. А следующее, что поют часы кузнечики, Это мы вместе топили печку, У меня жар, я меряю температуру, Лихорадка шелестит и шуршит сухая печка, Это красный шелк горит. После некоторых колебаний Решаюсь вспомнить в этих записках, Что мне пришлось объяснить Осипу, Что нам не следует так часто встречаться, Что может дать людям материал Для превратного толкования Характера наших отношений. После этого, примерно в марте, Мандельштам исчез. Тогда все исчезали и появлялись, И никто этому не удивлялся. Римских ночей полновесные слитки, Юношу Гёты, манившие лоно, Пусть я в ответе, но не в убытке, Есть многодонная жизнь вне закона. Июнь 1935-го Воронеже Народу нужен стих таинственно родной, Чтоб от него он вечно просыпался. Осип Мандельштам Нет, он не контрреволюционер И не антисоветчик, То дикторы-указчики небесного царства И многодонная жизнь вне закона. Тут мало сказать списанную, Тут чистописание под диктовку Самых грозных и нетерпеливых дикторов. Диктор-указчик гораздо важнее Так называемого поэта. Осип Мандельштам У Ахматовой и Осипа Мандельштама была поразительная способность, читая поэтов, как бы вычеркивать разделяющее их время и пространство. Такое чтение по природе своей анахроничное, И они вступали с автором в личные отношения. Оно равносильно общению и разговору, Но не только с современниками, Но и с теми, кто давно ушел. Такую же способность Осип Мандельштам Заподозрил у Данта, когда обнаружил, Как тот встречается в аду Со своими любимыми античными поэтами. Надежда Мандельштам воспоминала. Адмиралтейство В столице северной томится пыльный тополь, Запутался в листве прозрачный циферблат, И в темной зелени фрегат или акрополь Сияет издали в воде и небу, брат. Ладья воздушная и мачта недотрога, Служа линейкою преемником Петра, Он учит красота не прихоть полубога, А хищный глазомер простого старера. Нам четырех стихий приязнено господство, Но создал пятую свободный человек. Не отрицает ли пространство превосходство Сей целомудренно построенный ковчег? Сердито лепятся капризные медузы, Как плуги брошены ржавеют якоря, И вот разорваны трех измерений узы, И открываются всемирные моря. Май 1913 Революция – ключи к преодолению прошлого, Освобождению будущего. Две возможности, Равно реализуемые в неизбежности настоящим. Но есть иная возможность, Не отводя глаза смотреть в лицо времени, Зная, есть, существует, Самостояние человека и все достоинство его. Для этого требуется неравное времени мужества. Воздушно-каменный театр времен растущих Встал на ноги, И все хотят увидеть всех Рожденных, гибельных и смерти неимущих. Да, я слышал с живостью Настороженного далекой молотилкой В поле слуха, Как набухает и тяжелеет не ячмень В колосьях не северное яблоко, А мир. Капиталистический мир набухает, Чтобы упасть. Осип Мандельштам. Шум времени. Внутри горы Бездействует кумир В покоях бережных, Безбрежных и счастливых, А с шеи каплет ожерель и жир, Оберегая сна, Приливы и отливы. Когда он мальчик был И с ним играл павлин, Его индийской радугой кормили, Давали молока из розоватых глим И не жалели кошенили. Кость, усыплённая, Завязана узлом, Очеловечены колени, Руки, плечи, Он улыбается своим тишайшим ртом, Он мыслит костью И чувствует челом, И вспомнит, Силится свой облик Человечий. 10-е, 26-е декабря 1936-го Мне попалась раз книжечка О вымерших птицах. Я вдруг поняла, что все мои друзья и знакомые Ничто иное, как вымирающие пернатые. Я показала Осипу Мандельштаму парочку Уже несуществующих попугаев. И он сразу догадался, Что это мы с ним. Книжку эту, потаскав с собой, Я потеряла, Но эта аналогия успела Открыть мне глаза на многое. Единственное, чего я тогда не знала, Это то, что вымершие птицы Необычайно живучие, А живое вороньё ни на какую жизнь Не способны. Надежда Мандельштам Гееротический, то есть священный, Характер поэзии Обусловлен убеждённостью, Что человек твёрже всего остального в мире. И он в юности хохотун, Зрелости наивной, Детски доирчивой, непрактичной, Служил поэзией, Будучи твёрже всего остального И всех остальных Дорчунов, бунтарей, Горланов-главарей, Иных, кому силы казалось не занимать. Когда бы грех Увидел наши игры? В Москве Мандельштама никто не хотел знать, И кроме двух-трёх молодых Учёных-естественников, Осип и Милевич ни с кем не дружили. Знакомство с белым было Коктебельского происхождения. Пастернак как-то мялся, уклонялся, Любил только грузин и их красавиц-жён. Союзное начальство вело себя Подозрительно и сдерживало. Осенью 1933 года Мандельштам наконец получил Воспетую им квартиру, Где комнаты, пятый этаж без лифта, Газовые плиты и ванны ещё не было. В Нащёкинском переулке Квартира тиха, как бумага, И бродячая жизнь как будто бы кончилась. У Осипа завелись книги, Главным образом старинные издания Итальянских поэтов, Данте, Петрархе. На самом деле ничего не кончилось. Всё время надо было куда-то звонить, Чего-то ждать, на что-то надеяться. И никогда из всего этого ничего не выходило. Осип и Милевич был врагом Стихотворных переводов. Он при мне на Нащёкинском говорил Пастернаку. Ваше полное собрание сочинений Будет состоять из двенадцати томов переводов И одного тома ваших собственных стихотворений. Мандельштам знал, что в переводах Утекает творческая энергия. И заставить его переводить Было почти невозможно. Кругом завелось много людей, Часто довольно мутных И почти всегда ненужных. Несмотря на то, что время было Сравнительно вегетарианское, Тень неблагополучия и обречённости Лежала на этом доме. Мы шли по Пречистинке Февраль Тридцатьсвёртого. О чём говорили, не помню. Свернули на Гоголевский бульвар. Иосиф сказал Я к смерти готов. Вот уже двадцать восемь лет Я вспоминаю эту минуту, Когда проезжаю мимо этого места. Анна Ахматова Виски и сниму За то, что я руки твои не сумел удержать, За то, что я предал солёные нежные губы, Я должен рассвета в дремучем Акрополе ждать, Как я ненавижу пахучие древние срубы. Ахейские мужи во тьме снаряжают коня, Зубчатыми пилами в стены вгрызаются крепко, Никак не уляжется крови сухая возня, И нет для тебя ни названий, ни звука, ни слепа. Как мог я подумать, что ты возвратишься? Как смел! Зачем преждевременно я от тебя оторвался? Ещё не рассеялся мрак, а петух не пропел, Ещё в древесину горячий топор не врезался. Прозрачной слезой на стенах Проступила смола, И чувствует город свои деревянные рёбра, Но хлынула к лестницам кровь, И на приступ пошла, И трижды приснился мужьям Соблазнительный образ. Где милая троя? Где царский? Где девичий дом? Он будет разрушен, Высокий прямо в скворечник, И падают стрелы сухим деревянным дождём, И стрелы другие растут на земле, как орешник. Последней звезды безболезненно гаснет укол, И серою ласточкой утром в окно постучится, И медленный день, как в салобе проснувшийся волн, На стогнах, шершавых от долгого сна, шевелится. Ноябрь 1920-го Революция – сама и жизнь, и смерть, И терпеть не может, когда при ней судачат о жизни и смерти. У неё пересохшее от жажды горло, Но она не примет ни одной капли влаги из чужих рук. Природа – революция, Вечная жажда, Распалённость. Быть может, она завидует векам, Которые по-домашнему смиренно утоляли свою жажду, Отправляясь на овечьей водополе. Для революции характерна эта боязнь, Этот страх получить что-нибудь из чужих рук. Она не смеет, Она боится подойти к источникам бытия. Осип Мандельштан Шум времени. У меня создалось впечатление, Будто для него смерть не конец, А как бы оправдание жизни. Надежда Мандельштама Пою, когда гортань сыра, Душа суха, И в меру влажен взор И нехитрит сознание. Осип Мандельштан После ареста Осипа Мандельштама Я приехала в пятистенный дом На окраине Калинина, За оставленной там корзинкой с рукописями. Хозяева, Узнав об аресте Осипа Мандельштама, Так расстроились, Что я не выдержала и заплакала. Неулыбчивая, Татьяна Васильевна Обняла меня и сказала, «Не плачь, как святые будут». А хозяин добавил, «Твой муж никому зла сделать не мог. Последнее дело, если таких берут». И оба они решили рассказать Про это своим сыновьям, Чтобы те знали, кому служат И чему поклоняются. «Только слушать они нас не станут», Вдруг вздохнул хозяин. Сыновья Татьяны Васильевны Были сталинскими соколами, Добродетельными зотовами, Которых так точно описал Солженицын. Им действительно Ничего рассказывать не стоило. В них изживались идеи, Которые правят миром. Сейчас, в середине шестидесятых годов, Это те отцы, которые направо и налево Жалуются на своих детей, Внуков Татьяны Васильевны. Внуки смыкаются с дедами, Отказываясь от отцов. Надежда Вандельштадт Воспоминание Заблудился я в небе, Что делать? Тот, кому оно близко, Ответьте, Легче было вам, Дантовых, деви, Атлетических дисков. Не разнять меня с жизнью, Ей снится убивать И сейчас же ласкать, Чтобы в уши, в глаза и в глазницы Флорентийская била тоска. Не кладите же мне, Не кладите остроласковый лавр на виски, Лучше сердце мое раскалите, Выноси невозвоном куски. И когда я усну, отслуживший Всех живущих прижизненный друг, Он раздастся и шире, и выше, Отклик неба во всю мою грудь. 9.19.19.1937 После гибели мужа Надежда Яковлевна находилась в бегах. От ареста ее спасла только Постоянная перемена мест. Свою жизнь она посвятила Сохранению поэтического наследия Осипа Емельевича, Переписывая и отдавая на хранение рукописи, Заучивая наизусть его прозу и стихи. Благодаря ее усилиям многие, Считавшиеся утерянными сочинения, Были обретены вновь и стали Доступны читателю в потомстве, Провиденциальному собеседнику, Тому, на кого уповал Осип Мандельштам. Быть может, мы, Айя София, С бесчисленным множеством глаз. Неясно только одно. Стихи Осипа Мандельштама Опередили свое время. К моменту их появления почва еще не созрела, Идея не была изжита. Еще вербовались сторонники режима Остальные слышались искренние голоса адептов, Веревших, что будущее за ними И тысячелетнему царству не будет конца. Остальные, численно их было, может, Даже больше, чем адептов, Тоже перешептывались и вздыхали. Никто не слышал их голосов, Потому что в них не нуждались. Строчка «Наши речи за десять шагов не слышны» Точно передает ситуацию этих лет. Ведь эти речи считались не новым, А старым, отжившим, прошлым, Которого уже не вернешь. Адепты верили не только в свое будущее торжество, Но и в то, что они несут счастье всему человечеству, И в их мировоззрении были Своеобразная целостность и органичность, Которые представляли собой величайший соблазн. Уже предыдущая эпоха жаждала этой цельности Возможности из одной идеи Вывести все объяснения для мира вещей и людей, И привести все в гармонию Одним единственным усилием. Вот почему люди так охотно ослепляли себя И шли за вожаком, Запрещая себе сравнивать теорию с практикой И взвешивать последствия своих поступков. Вот почему происходила планомерная потеря Чувства реальности. А ведь найти первоначальную теоретическую ошибку Можно было, только вновь обретя это чувство. Пройдет еще немало времени до того дня, Когда мы сосчитаем, Чего нам стоила эта теоретическая ошибка, И проверим, действительно ли десяти небес нам стоила земля. Заплатив небесами, действительно ли мы обрели землю. Надежда Мандельштам Воспоминания Это область в темноводье, Хлябе хлеба, гроз ведро, Не дворянское угодье, Океанское ядро. Я люблю ее рисунок, Он на Африку похож, Дайте свет, Прозрачных лунок на фанере не сочтешь. Анна, Россош и Гремячья, Я отвержу их имена, Белизна снегов гагачья Из вагонного окна. Я кружил в полях совхозных, Полон воздуха был рот, Сон с подсолнечника Грозных прямо в очи оборот. Въехал ночью в рукавичный, Снегом пышущий тамбов, Видел цны реки обычной, Белый-белый-бел покров. Трудодень земли знакома Я запомнил навсегда, Воробьевского райкома Не забуду никогда. Где я? Что со мною дурного, С тем беззимняя гола? Это мачеха Кольцова, Шутишь? Родина щегла. Только города немого В гололедицу обзор, Только чайника ночного Сам с собою разговор, В гуще воздуха степного Перекличка поездов, Да украинская мова. Их растянута. Гудков. 23.27 декабря 1936. Воронеж. Надежда Яковлевна Мандельштам Умерла в ночь на 29 декабря 1980 года В однокомнатной квартире в Москве. Отпевание прошло по православному обряду. Двухтомник ее воспоминаний Иосиф Бродский приравнял Судному дню на земле для ее века И для литературы ее века. Десятилетиями эта женщина Находилась в бегах, Петляя по захолустным городишкам Великой империи, Устраиваясь на новом месте Лишь для того, чтобы сняться При первом же сигнале опасности. Статус несуществующей личности Постепенно стал ее второй натурой. Она была небольшого роста, худая. С годами она усыхала И съеживалась больше и больше, Словно в попытке превратить себя В нечто невесомое, Что можно быстренько сложить И сунуть в карман На случай бегства. Также не имела она никакого имущества. Книги, даже заграничные, Никогда не задерживались в нее надолго. Прочитав или просмотрев, Она тут же отдавала их кому-нибудь, Как собственно и следует Поступать с книгами. В годы ее наивысшего благополучия В конце шестидесятых – начале семидесятых В ее однокомнатной квартире На окраине Москвы Самым дорогостоящим предметом Были часы с кукушкой На кухонной стене. Вора бы здесь постигла разочарование, Как, впрочем, и тех, Кто мог явиться с ордером на обыск. В те благополучные годы, Последовавшие за публикацией На западе двух томов ее воспоминаний, Эта кухня стала поистине Местом паломничества. Почти каждый вечер Лучшая из того, Что выжила или появилась После сталинский период, Собиралась вокруг длинного деревянного стола Раз в десять побольше, Чем пусковская тумбочка. Могло показаться, Что она стремится наверстать Десятилетие отверженности. Я, впрочем, Сомневаюсь, Что она этого хотела И как-то лучше помню Ее в псковской комнатушке Или примастившейся На краю дивана В ленинградской квартире Ахматовой, Которой она иногда Украдкой наезжала Из Пскова Или возникающей Из глубины коридора Ушкловских в Москве Там она ютилась, Пока не обзавелась Собственным жильем. Вероятно, Я помню это яснее Еще и потому, Что там она была Больше в своей стихии Очепенко, Беженка, Нищенко, Подруга, Как называл ее В одном стихотворении Мандельштам, И чем она в сущности И осталась до конца жизни. Есть нечто ошеломляющее В мысли о том, Что она сочинила Оба свои тома Шестидесяти лет от роду. В семье Мандельштама Писателем был Осип, А не она. Если она и сочиняла Что-либо До этих двух томов, То это были Письма друзьям Или заявления Верховной суды. Не приложим к ней И традиционный Образ мемуариста, На покое Обозревающего Долгую, Богатую событиями Жизнь. Ибо ее Шестьдесят пять лет Были не вполне обычны. Недаром В советской карательной системе Есть параграф, Предписывающий В лагерях Определенного режима Зачитывать Один год за три. По этому счету Немало русских В этом столетии Сравнимы С библейскими Патриархами. С коими У Мандельштам было И еще кое-что Общее Потребность Справедливости. Иосиф Бродский, Надежда Мандельштам, Микролог. Вооруженный Зреньем Узких Ос, Сосущих Ось Земную, Ось Земную, Я чую Все, С чем Свидеться Пришлось, И вспоминаю Наизусть И в суе, И не рисую Я, И не пою, И не вожу Смычком Черноголосым, Я только В жизнь Впиваюсь И люблю Завидовать Могучим, Хитрым Осам. О, Если б у меня Когда-нибудь Могло Заставить Сон И смерть Минуя, Стрекала Воздуха И летнее Тепло, Услышать Ось Земную, Ось Земную. 8. Февраля 1937 Но что сделали для нее эти источники бытия, куда как равнодушно текли их круглые волны? Для себя они текли, для себя соединялись в потоке, для себя закипали в ключ. Для меня, для меня, для меня, для меня, говорит революция. Сам по себе, сам по себе, сам по себе отвечает мир. Осип Мандельштадт. Шум времени. Если ей и не доставало чего-то, так это терпимости. В этом отношении она была совсем не похожа на своих двух поэтов. Но при них было их искусство. И само качество их достижений приносило им достаточное удовлетворение, чтобы быть или казаться смиренными. Она была чрезвычайно предвзятой, категоричной, придирчивой, непримиримой, нетерпимой. Нередко ее идеи были недоработанными или основывались на слухах. Короче говоря, характера у нее хватало, что и неудивительно, если принять во внимание, с какими фигурами она сводила счеты в реальной жизни, а позднее – в воображении. В конце концов, ее нетерпимость оттолкнула многих. Что воспринималось ее как норма, поскольку она устала от поклонения, от восторгов людей вроде Роберта Макнамары или Билли Фишера, подлинное имя полковника Рудольфа Абель. Единственное, чего она хотела, это умереть в своей постели. В некотором роде ей даже хотелось умереть, потому что там я опять буду с Осипом. Нет, как-то сказала ей на это Ахматова. На этот раз с ним буду я. Иосиф Бродский. Надежда Мандельштаб. Микролог. Нежнее нежного лицо твое, Белее белого твоя рука, От мира целого ты далека, И все твое от неизбежного. Ад неизбежного твоя печаль, И пальцы рук неостывающих, И тихий звук неунывающих речей, И даль твоих очей. 1909